Сейчас и прямо сегодня мы узнаем, кто же прошел финал. После этого заезда будет подведен итог полуфинальных заездов. Вчера выступали команды Монголия, Белоруссия, Россия и Узбекистана. Ну а сегодня второй полуфинал. Вьетнам, Азербайджан, Китай, Казахстан. Прекрасная погода, 28 градусов по Цельсию. Легкий ветерок, который не помешает экипажам вести боевую стрельбу. Итак, вчера результаты были зафиксированы. Заседание судейской коллегии утвердило их. И вот они как раз прямо сейчас на ваших экранах. Монголия, 2 часа 4 минуты 39 секунд. Узбекистан, 1 час 53 минуты 39 секунд. Белорусс, 1 час 39 минуты 29 секунд. И Россия, 1 час 29 минут 56 секунд. Интрига будет сохранена до самого завершения этого заезда. Ведь только после заезда проводится заседание судейской комиссии, на котором утверждаются результаты. Итак, еще раз. Сегодня команда Казахстана, Китая, Азербайджана и Вьетнама. Полуфиналисты конкурса. Всего в первом дивизионе принимало участие в этом году и принимают участие 10 команд. Восемь из них прошли в полуфинал. Не смогли пройти в полуфинал. Две команды это Венесуэла и Кыргызстан. Но, тем не менее, Кыргызстан продолжит в следующем году участие в первом дивизионе. Венесуэла выступала немного хуже здесь, чем команде придется в следующем году отправиться во второй дивизион. Сегодня огромное количество болельщиков здесь, на полигоне Алабина. Поддерживают экипажи, поддерживают команды, которые принимают участие. Ну что ж, заезд обещает быть очень ярким, очень интересным. В этом году в полуфинал попали две команды, участвующие в том году в финальном заезде. Азербайджан и Казахстан, которые боролись за третье место. Борьба была просто невероятной. Я думаю, сегодня также развернется серьезнейшая борьба за выход в финал танкового биатлона. Финал конкурса состоится 27 августа. В 16 часов начала, 4 команды, но в этом заезде судьи. От Вьетнама Дан Куанг Тонг, от Азербайджана Саки Твердиев, от Китая Юйхун Джен. И от Казахстана Талгат Сапарбаев. Решением главного судей конкурса назначают судей для работы в командах. От Вьетнама судья будет судить Азербайджан, от Азербайджана Китай, от Китая Казахстан и казахский судья будет судить Вьетнам. В то же время судьям непросто, потому что судьи, мало того, что следят за выступлением назначенной команды, но и, конечно же, наблюдают за выступлением своих экипажей. Своих танкистов дают указания вместе с тренером в режиме онлайн, находясь здесь, на судейской вышке. Итак, друзья, ну что ж, мы готовы представлять экипажи. С вами комментатор танкового биатлона Николай Федоров. И сегодня на танке зеленого цвета команда Республики Казахстан. Командир танка капитан Виксултан Алдеберген. Наводчик-оператор сержант Бауржан Бугибаев. Механик-водитель сержант третьего класса Султанбек Кутикешев. Казахстан. Первый экипаж готов начать. На танке красного цвета команда Китайской Народной Республики. Командир танка сержант Джао Мэн Цзэ. Наводчик-оператор старший сержант второго ранга Кан Лян Лян. Механик-водитель младший сержант Гао Эр Цзин. Китайская Народная Республика. На танке желтого цвета в полуфинальном заезде выступает команда Азербайджанской Республики. Командир танка прапорщик Мушфик Гусейнов. Наводчик-оператор прапорщик Мустафа Махетинов. Механик-водитель прапорщик Самир Искандеров. Азербайджан. И на четвертой огневой дорожке на танке синего цвета. В этом году в полуфинальном заезде команда Социалистической Республики Вьетнам. Командир танка капитан Фунг Ань Кюонг. Наводчик-оператор старший лейтенант Фам Ван Ань. Механик-водитель лейтенант Докуок Туан. Социалистическая Республика Вьетнам. Танк синего цвета. Итак, друзья, это полуфинальный заезд 10-го юбилейного танкового биатлона 8-х армейских международных игр. Заезд обещает быть очень жарким. Звучит сигнал на полигоне Алабина. Итак, по этой команде экипажи занимают штатные места в боевых машинах. Заводят двигатели. Ревод двигателя мощностью 840 лошадиных сил. Три команды. Вьетнам, Азербайджан и Казахстан. На танках Т-72Б3. Российских танках. Основных танках сухопутных войск. Ну а команда Китайской Народной Республики традиционно использует возможность участия на танке производства Китайской Народной Республики. Можно приезжать со своими танками. Но одно условие. Танк должен быть схож по техническим характеристикам с нашим Т-72Б3. Ну, китайский танк тип 96 как раз таки и схож по ТТХ с нашим танком. На экране главный судья конкурса танковый биатлон. Генерал-майор Кирилл Кулаков. Азербайджан принимает доклады от сузей, от тренеров о том, что готовы начать движение. Старт одновременный, в отличие от индивидуальной гонки. Итак, дословно, внимание экипажам. По маршруту соревнований вперед. Ну что ж, вперед, вперед и только вперед. Посмотрим, что принесет этот заезд. Кто пройдет финал танкового биатлона. Уверен, что заезд будет очень ярким и очень интересным. Сильные, очень сильные команды Казахстана, Китая, Азербайджана. Вьетнам нас радует в этом году невероятно. Команда Вьетнама в полном составе второй раз принимает участие в танковом биатлоне. Именно этим составом. В отличие от команды Российской Федерации, в которой на 100% команда обновляется ежегодно. Но к этому мы вернемся еще немного позже. А пока давайте разберем вариант. Перед началом заезда судьи на вышках распределили путем жеребьевки. Какой вариант выступления будет у каждой команды. По первому варианту команда Социалистической Республики Вьетнам. Первый вариант гласит, что первый круг команда проходит без боевой стрельбы. Скоростной круг. Второй круг у Вьетнама. Стрельба по мишеням номер 12. Третий круг стрельба из зенитного пулемета. Четвертый круг стрельба из спаренного пулемета по мишеням номер 9. У Азербайджана первый круг стрельба по мишеням номер 25 и 11 из зенитного пулемета. Далее соответственно. Команда Китайской Народной Республики начнет с поражения мишеней номер 9 из спаренного пулемета китайской команды. А вот команда Казахстана начинает, как и российская команда, вчера в полуфинальном заезде со стрельбы по мишеням номер 12 из танковой пушки. Фланговая стрельба, стрельба в движении. Итак, препятствие «Косогор» в исполнении механиков-водителей. Мы надеемся, сегодня будет как можно меньше нарушений на препятствиях. Если экипажи нарушают порядок преодоления любого из препятствий, то команда направляется на пидстоп, площадка штрафного времени. Где необходимо выполнять контрольный осмотр машины. В среднем затрачивая на данное мероприятие около одной минуты. 40 секунд – лучшее время, которое было зафиксировано в ходе выступления команд. Ну, в среднем 40 секунд, одна минута. В любом случае нарушать порядок преодоления препятствий нельзя. В положении о танковом биатлоне штрафные санкции за непоражение мишени номер 12, имитирующих танк противника. В положении, скажем, будет назначаться два штрафных круга за каждую непораженную мишень. Ну что ж, приоритеты расставлены. Решением главнокомандующего с сухопутными войсками генералом армии Олегом Леонидовичем Солюковым принято решение о том, что действительно основная стрельба и танк предназначен в первую очередь для стрельбы из танковой пушки. Поэтому два штрафных круга при непопадании по мишени номер 12. За остальные непораженные мишени будут назначаться один штрафной круг. Итак, ну что ж, экипажи готовы вести боевую стрельбу. Три мишени в поле. Мишени номер 9 для китайской команды ведет стрельбу наводчик-оператор китайской сборной Кан Лян Лян. Есть первая цель. 30 боеприпадения боевой стрельбы по девятым мишеням. Мишени установлены на дальности от 600 до 800 метра. Вторая мишень в дребезге. Итак, третья мишень пока стоит целая. Желтые цели для азербайджанской сборной. Та, что правее, больше. Мишень номер 25. Есть третья цель. Китайская команда. Первый экипаж справляется с первой огневой задачей. На оценку отлично продолжает движение по трассе конкурса без штрафных кругов. Но азербайджанский командир танка продолжает ведение стрельбы. 20 боеприпасов не так-то и много на поражение двух мишеней. 25-я мишень имитирует вертолет противника. Дальность до цели 900 метров. Левее установлена мишень на той же дальности номер 11. Противотанковое орудие. Итак, при попадании в цель 11-я мишень разбивается. А вот мишень номер 25. Если поражена, то срабатывает фаер. Два штрафных круга назначает главный судья азербайджанской сборной. Нет попадания. Ну что ж, не очень здорово начинает сейчас экипаж Азербайджана. Придется нагонять затраченное время на штрафных кругах механику-водителю. Да и, конечно же, второму, третьему экипажу. А прямо сейчас наблюдают с трибун второй и третий экипаж. Друзья мои, смотрят с выступлением своих команд. И готовятся вступить. Спортивный поединок. Пушка влево. Фланговая стрельба. Команда Казахстана. Так, танк зеленого цвета. Трешение зеленого цвета уже в поле. 1600, 1700 и 1800 метров. Стрельба ведется в движении. Скорость танка около 3-5 километров должна быть в этот момент. Почему остановился сейчас экипаж? В чем дело? Итак, начал движение. Время первого выстрела, я напоминаю, фиксируется в этом году для первого дивизиона. Если не успевают за 20 секунд совершить первый выстрел, то команда будет направлена на пидстоп выполнять контрольный осмотр машины. И выстрел. Так, как минимум два штрафных круга уже заработано. Пидстоп и два штрафных круга. Недолет. Левую мишень обстреливал сейчас наводчик-оператор Казахстана. Бауржан Бугибаев. 27 лет. Уже шестой раз участвует в танковом биатлоне. Прекрасно зная, как выполняются все нормативы, все огневые задачи. Но, тем не менее, волнение. Быть может, волнение сейчас мешает экипажу собраться и сделать то, что они должны сделать на оценку отлично. Вторая мишень. С нетерпением ждет, когда же прилетит в нее снаряд калибром 125 миллиметров. Три основных боеприпаса. Три единственных боеприпаса, которые необходимо использовать для выполнения данной огневой задачи. Но нет. Пока пробоины не видно. Быть может, с другого ракурса. Перелет сейчас подсказывает технический судья. Технический судья конкурса. Главный технический судья является генерал-майор Роман Бенюков. Многие его помнят. Ранее был главным судьей конкурса. Но вот сейчас отвечает за техническую составляющую. А также составляющую конкурса по исполнению командами всех требований и положения проведения конкурса. Выстрел. Так, три выстрела. Три промаха, к сожалению, всех болельщиков Казахстана. Шесть штрафных кругов придется пройти сейчас механику, водителю, экипажа. Мы посмотрим еще раз в повторе. Есть сомнения. Главный судья конкурса запрашивает повтор. Будет сейчас повтор всей боевой работы. Тренерский штаб. Тренеры Китайской Народной Республики встречают свой экипаж. Первый круг уже позади. Первая огневая задача выполнена. Итак, отсечка по времени. Семь минут двадцать шесть секунд. Итак, Вьетнам завершает первый свободный круг без стрельбы. Семь минут сорок шесть секунд. Немного отстают от сборной Китая. Ну, посмотрите, какая скорость у китайской команды. Выполнив огневую задачу, еще и опередили команду, которая не выполняла стрельб на этом круге. Повтор. Казахстан. Первый промах. Второй выстрел. Выстрел. И перелет выше мишени взял наводчик-оператор. Ну, что ж, третий спорный момент. Ну, никакого спорного момента здесь однозначно нет. Три мишени не поражены. Шесть штрафных кругов мотать Казахстану. Пока ноль из двадцати четырех. Почему двадцать четыре мишени, друзья? Да все просто. В эстафете участвует вся команда. Три экипажа основных. Проходит четыре круга. Первый экипаж, выполняя три огневые задачи, в дальнейшем передают эстафету следующему экипажу. И по ранее установленному варианту команда продолжает свое выступление. Так, китайская команда подходит к Касагору. Первый Касагор. В этом году наибольшее количество ошибок команды допускали как раз-таки на данном препятствии. Так, арбитр, наблюдая за выступлением команды, поднимает либо белый, либо красный флаг. Если нарушение зафиксировано, то красный флаг вверх. Если нарушений не было, то, соответственно, белый эскарб с легкостью преодолел. Сейчас китайский механик-водитель продолжает движение. Второй Касагор. Так, продолжает движение по штрафной дистанции. Экипаж Казахстана. А сколько осталось кругов? Три круга уже позади, но достаточно быстро. Один штрафной круг 500 метров. Всего три километра штрафной дистанции необходимо пройти за непоражение мишень. Ну а команда Китая. Свободный круг. Нет необходимости останавливаться и выполнять огневые задачи. Сейчас, я думаю, механик-водитель продемонстрирует ту скорость, которую сможет разогнать танк СИП-96Б, но зачастую сильно не разгоняется. Рекорды скорости китайские танкисты не устанавливают. В среднем около 75 километров в час скорость фиксируется китайского танка. А я напомню о том, что рекорд, установленный в 2019 году нашей командой, нашим механиком-водителем, 84 километра в час. Азербайджан 10 минут и 30 секунд. Два штрафных круга уже пройдено. На три минуты отстают от китайской команды. Пока Казахстан на четвертой строчке в этом заезде, но рано, очень рано еще говорить о фаворитах или аутсайдерах заезда, потому что все будет меняться на наших с вами глазах в течение гонки. Гонка в среднем до двух часов проходит. Но еще раз вспоминаю вчерашний день, вчерашний заезд. Команда России выполнила все задачи за 1 час 29 минут и 56 секунд. А вот Монголия пришла четвертой и финишировала с временем 2 часа 4 минуты и 39 секунд. В целом, я думаю, что сегодня не ранее, чем через 2 часа заезд завершится. Так, препятствия Брод. Здесь проблем не должно быть ни в коем случае. В этом году механики водители великолепно справляются с Бродом, а глубина его около полутора метров. Пройти нужно, выйдя на противоположный берег, без остановки скатывания назад. Но, естественно, не допустить того, чтобы двигатель заглох попросту. Очень уверенно управляют своим экипажем тренеры Китая. Ох, ошибка. Танк синего цвета. Это Вьетнам сбивает два ограничителя на Касагоре. Касагоре придется зайти на питстоп. Но у вьетнамской команды впереди огневая задача по поражению мишени номер 12. Приближается к участку загрузки боеприпасов. Три штатных 125-мм артиллерийских выстрела предлагается для ведения стрельбы. Но все просто. Три мишени, три выстрела. Стреляй, попадай. А если уж не попал, то как в Казахстан отправишься на штрафные круги. Команда Азербайджана. Прошли первый Касагор. Сейчас эскарп. 90 сантиметров. Его высота нельзя останавливаться. 46 тонн вес боевой машины. И посмотрите, как легко. Словно намазывая масло на бутерброд. Сейчас прошел танк с легкостью. И ощущение возникает, что это не тяжелый танк, грозная боевая машина, а просто внедорожник, который легко и просто заходит на такие препятствия. Да, танку нипочем. Не только грязь. Танку Т-72Б3. Нипочем все препятствия представлены здесь на танковом биатлоне. И нужно учесть, что все же на соревнованиях, соревнования это не реальное поле боя, где танк может ожидать и глубже брод, где может быть и колейный мост сложнее, чем здесь в конкурсе. Танк исправляется с этими задачами с легкостью. Итак, внимание, повтор. А что здесь? Танк зеленого цвета. Казахстан. Занос. И вновь армянский поворот не дает покоя нашим танкистам. В этом году закрепили название этого поворота танкисты из Армении. Впервые этот поворот был назван армянским в 2014 году, когда в ходе тренировки команда Армении допустила переворачивание танка. Ну а в этом году за малым не перевернули танк и вновь закрепили за этим поворотом название армянские. Итак, что ж, друзья, Азербайджан. Нужно реабилитировать те промахи, которые были допущены на предыдущем круге. Две мишени были не поражены. А пока три мишени номер 9. Пулемет ПКТ, оспаренный с танковой пушкой. Калибр его 7,62 мм. Дальность до цели 600, 700, 800 метров. Но в целом на рубеже от 600 до 800 метров есть цель. В это же время начинает движение экипаж Казахстана. Попрошу прощения, Вьетнам. Вьетнама будет вести боевую стрельбу по 12-й мишеням. Боеприпасы загружены. Время первого выстрела, напоминаю, фиксируется. Есть вторая цель. Азербайджан хорошо идет наводчик. Две мишени поражены. Ну а что у Вьетнама? 22 секунды уже. Выстрел атака не прозвучало. Пит-стоп назначает главный судья соревнования за превышение времени первого выстрела. Вот, наконец-таки, первый выстрел. Через 33 секунды. Есть цель! Ох, друзья, если бы вы сейчас видели ту радость и те эмоции, которые показал тренерский штаб Вьетнама. Взорвались аплодисментами. Громко что-то сказав на вьетнамском, но однозначно что-то радостное. Азербайджан поразил все три мишени. Штрафных кругов не будет, но пока продолжает работу Вьетнам. В целом 4 минуты выделяется наведение боевой стрельбы по 12-м мишеньям. Выстрел! 1700 метров, но нет. Цель не поражена. Два штрафных круга зарабатывает экипаж. Третья мишень в поле. Итак, очень внимательно ведет поиск целей. Наводчик-оператор не спешит, но нужно бы уже поторопиться. Слаженность действия экипажа здесь важна просто невероятно. Механик-водитель должен настолько аккуратно и осторожно вести боевую машину, не дергаясь. Выстрел! Слаженность действия экипажа. Две мишени поражены из трех. Два штрафных круга и пидстоп заработали в ходе выполнения этой огневой задачи. Пидстоп за превышение времени первого выстрела. А вот за непораженную мишень номер 12 экипажу придется пройти лишний километр. Команда Китайской Народной Республики поворачивает башню в направлении мишени. Команда Китая. Пока первые три мишени были поражены. Ну что ж, китайская сборная. Третий круг уже. И притормаживает сейчас прямо-таки напротив своих мишеней. Механик-водитель, командир танка командует, управляя экипажем. Наводчик-оператор ведет поиск цели. И как только обнаруживает ее самостоятельно, открывает по ней огонь. Старший сержант второго ранга Кан Лян Лян. 19 секунд. 20. Спидстоп заработал Китай. Время первого выстрела. Это изменение в правилах 2022 года. И это очень важный эпизод. Это очень важный элемент в правилах конкурса. Конечно же, танкисты должны молниеносно открывать огонь, как только наблюдают мишень, как только наблюдают цель. Ведь в ходе ведения реальных боевых действий времен размышления совершенно нет. Не выстрелу первым прилетит снаряд в тебя. Поэтому 20 секунд, не более. Отсечка по времени. Командир танка докладывает о том, что задержка, задержка при стрельбе. А в чем проблема, уточняем, у Китая. Итак, ждем информацию. Вот техническая, по всей видимости, техническая проблема. Понадобится ли техническая поддержка представителей завода, представителей завода-изготовителя. Китайская команда пребывает в том числе с представителями своей промышленности, теми, кто производит данный танк. Ну а танк тип 96Б, как я говорил, ранее схож по своим тактико-техническим характеристикам с нашим Т-72Б3. Основным вооружением его является 125-мм гладкоствольная пушка, орудие ЗПТ-98, считающийся вариантом российской пушки 2А46. Так, ведет стрельбу, одиннадцатая мишень, вертолет. Так, вертолет, мишень номер 25, по ней ведет стрельбу сейчас экипаж Казахстана. Ну что ж, пока попадает сейчас не в мишень, немного ниже, в мачту, на которой установлена 25-я мишень. Казалось бы, что сработал фаер, но нет. Это дым от рикошета, пуля прилетает в мачту. Итак, удастся ли, удастся ли поразить эти мишени? Посмотрим, в повторе мы мишень номер 11. Вот она, одиннадцатая мишень, друзья. Ведет сейчас по ней боевую стрельбу. Командир танка. Командир танка казахской сборной. Капитан Биг Султан Алдеберген. Третий раз в танковом биатлоне участвует. Продолжает вести боевую стрельбу по одиннадцатой мишени, но цель не поражена. Целая невредимая мишень стеклянная. И если по ней попадет даже одна пуля, то мишень разлетится в дребезги. А двадцать пятая мишень будет говорить нам о своем поражении фаером. Фаер срабатывает при попадании в двадцать пятую мишень. Но ни фаер не сработал, ни мишень. Разлетелось выстрел. Китайская команда. Первый выстрел китайской сборной. Устранили самостоятельно техническую задержку. Итак, казахская команда завершила выполнение огневой задачи. И сейчас главный судья конкурса говорит о том, что зафиксировано поражение по мишени номер двадцать пять. Наблюдали пробоины. Наблюдали пробоины, поэтому одна цель считается непораженной. Придется пройти один штрафной круг за непораженную мишень номер одиннадцать. Двадцать пятая мишень поражена. Посмотрим в повторе, я думаю, боевую стрельбу. А пока китайская команда выстрел. Да, друзья, невероятно, но китайский экипаж не попал ни по одной мишени номер двенадцать. Шесть штрафных кругов. Шесть штрафных кругов придется пройти механику-водителю. Да, нерадостное начало для китайской сборной. Безусловно нерадостное начало. Очень неожиданно третий круг. Скорость хорошая. Команда идет на данный момент в лидерах. Но, тем не менее, все сейчас может измениться. Ведь шесть штрафных кругов – это три километра огромнейшее расстояние. Один круг трассы танкового биатлона – четыре километра сто метров. А здесь только на штрафах три километра нужно будет пройти. Да, впереди еще одна огневая задача. А пока танк синего цвета. Вьетнам завершает очередной круг. Что ж, Вьетнам отправляется на четвертый. На третий, прошу прощения. Где будут выполнять огневую задачу по поражению мишени номер 25 и 11. Прошли колейный мост. Замечаний не было. Продолжает движение. Впереди ожидает команды новое препятствие. Ранее здесь была гребенка. Экипажи по ней проносились, ровно не испытывая никаких проблем и трудностей. Но в этом году немного усложнили. И... Ох, сбивает! И вот то самое препятствие, друзья мои. Проход в заграждениях. Проход в заграждениях приносит пит-стоп команде Вьетнама. Снесли заграждение. И первый пит-стоп, который ожидает команду на дальнейшем пути следования. Будет поджидать команду. Повтор. Внимание! Заходят. Первое препятствие, которое ожидает на препятствие заграждения, это бревно. И тем самым бревно как раз таки сбивает немного с направления механика-водителя. Есть недостаточно опыта. Хотя я уверен, что опыта у вьетнамского механика-водителя огромнейшее количество. Но, тем не менее, имеем, что имеем. 29 лет к Уоктуану. И сейчас пит-стоп. На экранах выходят танкисты. Обязательно нужно выйти всем трем членам экипажа. Обозначить построение, поднять вверх руку. Осмотреть танк. Потом вновь забраться на штатные места. Завести машину. Доложить на судейскую вышку о том, что готовы продолжить движение. И только после этого продолжать движение по трассе конкурса «Танковый биатлон». Команда Китая принимает решение о замене танка китайской сборной. Прибыл уже экипаж. Запасной экипаж и запасной танк китайской команды. Ну что ж, техническая проблема у китайской машины. Тип 96Б. Ну что ж, не... 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 Все мы, как говорится, и мы, и люди, и техника не идеальны. Бывают, случаются технические проблемы, разберется техническая группа китайской сборной. Я думаю, скажут, в чем была проблема. Но вне зависимости от того, есть вина экипажа, нет вины экипажа, в любом случае команде за замену танка положено пройти один штрафной круг. Вьетнамская сборная вышла с спидстопа. Итак, внимание, повтора. Что здесь китайский... Вьетнамский механик-возитель замешкался и сошел с трассы. В чем проблема? Вышел с спидстопа, немного дезориентировался и сошел с трассы. Но, слава богу, несерьезно. Вернулся на трассу конкурса и уже сейчас преодолевает препятствия Косогор. Первый Косогор пройден, Искарп, и второй Косогор. Будут ли ошибки? Нельзя ни в коем случае сбивать ограничительные столбы. Пидстоп. Команда Китая перед заменой танка. Первый экипаж вынужден и пидстоп еще пройти из-за превышения времени первого выстрела. Азербайджан. Давайте посмотрим на отсечку по времени. Четвертый круг у Азербайджана. Так, ну что ж, азербайджанская сборная лидирует пока в этом заезде среди первых экипажей однозначно. У азербайджанской команды впереди четвертый круг, стрельба по мишеням номер 12. А вот свободный круг у команды Казахстана. Прибывает танк, который требует замены. Экипаж выходит из боевой машины и будет занимать штатные места в замененном танке. К сожалению, придется зайти на штрафной круг за данный маневр. Ну что ж, решение согласованное, решение, будем надеяться, что верное. Один запасной танк используется сейчас в этом заезде. Один раз можно будет поменять машину. Так, двигатель завели. Продолжает движение Азербайджан. 25 минут 56 секунд. Результат по времени после третьего круга. На четвертом круге Азербайджан, на четвертом круге Китай, на третьем круге пока Вьетнам и Казахстан. Ну что ж, пожелаем удачи нашим дорогим китайским партнерам, нашим друзьям. Второй танк. Пусть не подведет. Стрельба по мишеням номер 25. Ведет стрельбу командир танка Социалистической Республики Вьетнам. Капитан Фонг Ань Кыунг. И что, одиннадцатая мишень уже поражена. Посмотрите, на правом фланге мы наблюдаем одиннадцатую мишень. Ну а по двадцать пятой пока фаер не срабатывал. Наблюдает в том числе и при помощи приборов наблюдения за ведением боевой стрельбы. Есть еще боеприпасы. Немного остается. Всего их 20 для выполнения данной огневой задачи. Короткими очередями ведет стрельбу. Мы видим, трассы пролетают мимо мишени. Нужно корректировать огонь. Но нет, пока двадцать пятая мишень целая. И вот последняя очередь. Я думаю, это последняя очередь. Боеприпасов больше не будет. Буквально по одному, два боеприпаса отправляет в мишень. Тем не менее, этого пока недостаточно. И последняя очередь. Да, понервничать пришлось болельщикам. Нет попадания. Вьетнам один штрафной круг. Фунг Ань Кионг справился с одной мишенью. Но тем не менее, пятьсот метров придется пройти. Впереди у вьетнамской сборной нечетная огневая задача у первого экипажа. И только лишь потом передача эстафеты. Все три экипажа выступают в команде. В целом четыре экипажа. Но четвертый экипаж запасной. Пока не было такой необходимости. И экипажи не прибегали к заменам основных экипажей. Смотрите, у нас плотность движения. Какая на левом фланге трассы конкурса. Нужно быть осторожным и внимательным. Не допустить столкновения ни в коем случае. Все хорошо. Расходятся экипажи. Механики, водители опытные. Знают, что этого допускать нельзя. Ведь столкновение боевых машин может привести к дисквалификации команды, которая допустила это самое столкновение. По чьей вине это будет столкновение? Загрузка боеприпасов. Команда Азербайджана готовится выполнять боевую стрельбу по мишеню номер 25 и 11. А вот это и команда Китайской Народной Республики. Китайская сборная. Четвертый круг. Стрельба из зенитного пулемета. Зенитный пулемет предназначен для введения боевой стрельбы, для уничтожения низколетящих воздушных целей, в том числе вертолетов, коим и является мишень номер 25, имитирует зависший вертолет противника. Ну а правее мишень номер 11. Противотанковое орудие. Казахстан 30 боеприпасов нужно использовать по назначению, но пока не удается. Китайская команда 11-я мишень поражена. Расходуют оставшиеся боеприпасы и, принимая решение, не попал вертолет, говорит сейчас главный судья конкурса. Фаер не сработал. Но наблюдали от судейской вышки попадание по мишени номер 25. Вертолет. Штрафных кругов не будет у китайской команды. Пройдет дальше по трассе конкурса без штрафных кругов. Выстрел. Это Азербайджан открывает огонь по мишениям номер 12. Вложились в первый выстрел. Отсечка по времени зафиксировала, что первый выстрел был совершен менее чем за 20 секунд. Второй выстрел. Есть цель. Пока одна мишень из трех поражена, остался один боеприпас. Итак, Казахстан в это время назначает главный судья конкурса один штрафной круг. Команда Казахстана, наводчик-оператор не сумел поразить. Одну мишень номер 9. Третий выстрел. Азербайджан. Четыре штрафных круга назначены азербайджанской команде. Две мишени не поражены, к сожалению, болельщиков. Четвертый круг. Повтор. Внимание. В промахе. Второй выстрел. Было попадание. Здесь сомнений нет. Но с третьим выстрелом вновь, к сожалению, пришлось терпеть неудачи. Итак, Азербайджан на штрафной дистанции. Четыре штрафных круга, два километра. Придется пройти механику водителю. И уж только после этого, приближаясь к финишу, передавать эстафету второму экипажу. Сейчас начнутся те моменты, когда мы с вами понаблюдаем, как осуществляется передача эстафеты. Также яркий, интересный момент. Однозначно, где танкисты демонстрируют свою физическую подготовленность. Нужно бегом добежать до второго экипажа, передать ему эстафету. И только после этого второй экипаж отправится к танку и будет продолжать гонку. Внимательно, осторожно на повороте. Это команда «Казахстан». Казахстан сбавляет скорость. Учел ошибку механик-водитель свое на первом круге. Был занос машины, и это может привести к серьезным проблемам. Попросту сойти с трассы, ну или, не дай бог, попросту перевернуть танк. Итак, прошли препятствия брод. Хорошо немного освежились. У «Казахстана» третий круг. Напомню, впереди свободный, без боевой стрельбы. Сейчас на экранах Вьетнам приближается к финишной линии. Посмотрим отсечку по времени. Три круга уже позади у вьетнамской сборной. Впереди еще одна огневая задача. Стрельба по мишеням номер 9. Наводчику-оператору придется стрелять. Пока у Вьетнама три мишени поражено из 24. В целом восемь мишеней для одного экипажа. Три мишени для стрельбы из пушки. Две мишени для стрельбы из зенитного пулемета. И три мишени для стрельбы из паренного пулемета. Ну а всего для команды 24. Смотрите на радостные лица болельщиков вьетнамской сборной. Очень серьезная поддержка у вьетнамской команды. Но если провести, так сказать, условный конкурс, соревнования среди болельщиков, то, конечно же, первое место мы отдаем Зимбабве. Ну а вот вьетнамские болельщики смело могут занять вторую строчку. Нужно поберечь танк, преодолевая препятствия. Только что преодолевал препятствия колейный мост. Экипаж вьетнама. Но и преодолели его достаточно неосторожно. Несмотря на то, что ошибок допущено не было. Но здорово потрясло экипаж и сам танк. А танк еще выполнять и выполнять задачи эстафеты. Впереди еще два экипажа, которые будут использовать тот же самый танк. А замена одна. Несмотря на то количество танков, которые выделяются командам, в соответствии с условиями именно полуфинала, одна замена. Колейный мост. Хорошо, осторожно, Казахстан прошел колейный мост. Нарушений не было, белый флаг поднял полевой арбитр. Полевые арбитры, молодые парни, которые здесь, на полигоне Алабина, проходят практику. Это курсанты знаменитого, прославленного Московского высшего общевойскового командного училища. Кремлевские курсанты. Здесь, на полигоне Алабина, помогают участникам конкурса. Ну и, конечно же, получают опыт. Опыт в организации соревнований, опыт в проведении занятий. Ну и, конечно же, эта практика будет внедряться и в дальнейшем. И что отрадно, здесь, на полигоне Алабина, осуществляет контроль выполнения положений конкурса «Танковый биатлон». Технический судья конкурса, главный технический судья конкурса, генерал-майор Роман Александрович Бенюков, начальник Московского училища, Московского Кремлевского училища. Знаменитые кремлевские курсанты. Спасибо вам огромное, парни, за работу. Ну и, конечно же, за тот опыт, который вы получаете. Не забывайте его применять в дальнейшем, когда пойдете служить нашей Родине, выполняя задачи уже в вооруженных силах, в войсках, на должностях командиров взводов, мотострелковых, танковых взводов. Ну а пока вернемся на трассу конкурса. Вьетнам. Загрузка боеприпасов. Вьетнам на очередной огневой задаче. Это четвертый круг. Девятые мишени. Занимают штатные места. Стрельбу будет вести наводчик-оператор. 30 боеприпасов для стрельбы из спаренного пулемета. Наводчик-оператор, старший лейтенант Фам Вань Ань. Что ж, как... Как называют сами танкисты здесь, на полигоне Алабина, в своей же команде, своего наводчика Фам Ван Аня. Просто Ваня. Просто, фактически, как наш русский Иван. Ну что ж, Ваня, нужно стрелять и поражать мишени. Сейчас Вьетнам, конечно же, огромные надежды на себя возлагает. Все вооруженные силы, все, кто смотрит, болеет за вьетнамскую команду в эфире телеканала «Звезда». Кстати, друзья, не забывайте о том, что и повторы, и прямые эфиры заездов можно наблюдать на официальном сайте телеканала «Звезда», на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации. Мил.ру, а также на Рутуб. Ну и самый лучший прямой эфир, конечно же, здесь, на полигоне Алабина. Останавливается экипаж Азербайджана. Первый экипаж выполнил задачи. Эстафет и будет передавать эстафету второму экипажу. Итак, командир танка, первый экипаж, прапорщик Мушфи Гусейнов. Первая мишень поражена в это время вьетнамской сборной. Наводчик-оператор первого экипажа Азербайджана, прапорщик Мустафа Махетинов. И механик-водитель прапорщик Самир Искандеров. Ждут, ждут, ждут танкисты второго экипажа. Ну что, Азербайджан, вперед! Передают эстафету касанием руки любой части тела своих коллег, своих партнеров по команде. И вот парни выкладывая стаметровая спринтерская дистанция. Нужно выложиться побыстрее, ведь каждая секунда сейчас важна. Идет борьба за выход в финал. Занимает штатные места. Второй экипаж Азербайджана. Командир танка, прапорщик Таджир Рзаев. Наводчик-оператор, прапорщик Елшат Гусейнов. Механик-водитель, младший сержант Суджаяд Абдул-Азаде. Азербайджан, второй экипаж на трассе. Желаем удачи, вперед! Вперед, парни! Работать выкладываться на сто процентов. Ну а что у Вьетнама? Пока две мишени не поражены, есть шанс заработать два штрафных круга. А если боеприпасы, ну судя по тому, что доклада о разряженности пулемета пока еще не было, стрельбу продолжает наводчик-оператор. Есть цель! Не спешит, не торопится. Но, тем не менее, выбирает правильную тактику. Еще одна мишень. Дальность около 700 метров. Посмотрите, как близко летят пули. Немного ниже берет сейчас. Выше нужно и правей. Требуется корректировка. И так останавливается экипаж Китая. Ну что ж, парни сделали все, что смогли. Немного подвела техника. Пришлось поменять машину. Первый экипаж. Капитан Фунг Ань Куонг. Первый экипаж. Есть цель. Хорошо, Вьетнам справился с тремя мишенями. Еще раз Китай. Командир танка. Сержант Джао Мэн Цзэ. Наводчик-оператор. Старший сержант второго ранга Кан Лян Лян. Механик-водитель. Младший сержант Гао Эр Цзин. И эстафета. Передано. Ох, немного оступился сейчас танкист Китайской Народной Республики. Надеемся, все с ним в порядке. Второй экипаж. Командир танка. Старший сержант второго ранга Лю Дже. Наводчик-оператор. Сержант Фу Юй. И механик-водитель. Младший сержант Вань Цзэнь Хуа. Ну что ж, у китайской сборной тоже есть Ваня, друзья. Механик-водитель Иван Цзэнь Хуа. Парни не обижаются. Так мы и называем китайских танкистов по имени Ван. Но они наших Иванов называют просто Ван. Очень братские, дружественные отношения между танкистами здесь, на танковом биатлоне. Царит дружба, доверие, общение, деление опытом. В первую очередь. И так Казахстан останавливается на передаче эстафеты. Выполнил задачу. Что у нас по времени? Азербайджан пока лизирует. Далее Китай на второй строчке. Второй экипаж ждет с нетерпением, когда передадут эстафету парни из первого. Командир танка капитан Вигсултан Алдеберген. Наводчик-оператор сержант Буржан Бугибаев. И механик-водитель сержант третьего класса Султанбек Кутикешев. Передали эстафету командиру танка старшему лейтенанту Сиджану Кабланулы. Наводчик-оператор сержант третьего класса Сунгат Садуакасов. И механик-водитель Ефрейтор Жанур Жумабаев. Ну что ж, казаки, вперед! Показать все, на что способны. Выкладываться на 100, 200, миллион процентов на пределах своих возможностей работают все танкисты в полуфинале. Ведь идет борьба за финал. 27 августа, друзья, состоится финальный заезд танкового биатлона. В котором сойдутся четыре сильнейших команды танкового биатлона. Сильнейшие танкисты мира 27 августа. Только на полигоне Алабина и только на телеканале «Звезда». Так, хорошо, первое препятствие уже позади. Ну что ж, у нас на трассе конкурса фактически все уже вторые экипажи, за исключением Вьетнама. Вьетнама. Вьетнам приближается к финишной прямой. Азербайджанская сборная готовится к ведению первой боевой стрельбы. У Азербайджана боевая работа по мишеням 25 и 11. Командиру танка нужно задавать высокую планку в ходе выполнения задач. Итак, на экране казахстанские танкисты. Ну что ж, парни, спасибо за этот яркий заезд. Мы уверены, что вы сделали все, что смогли. Ваши болельщики, ваши близкие болеют за вас. Ну и, конечно же, отец командира танка первого экипажа Бексултана Алдебергена сегодня наблюдал за выступлением своего сына с гордостью в Казахстане. Да, я думаю, не только отец, а весь Казахстан, как и Китай, Азербайджан и Вьетнам смотрят в эфире сейчас танковый биатлон, поддерживая свои экипажи. И так ведет стрельбу. Ну а что с мишенями? Пока целые и невредимые. 25-я мишень на экране. Хорошо видна, прекрасно, высокая, большая мишень. Имитирует вертолет противника. И размером она с вертолет, фактически. Ведет стрельбу китайский наводчик-оператор. Второй экипаж продолжает выполнять работу. И нужно нагонять. Мы помним, что была ошибка. Точнее сказать, не ошибка, а техническая проблема, которая перевела к ошибке. Первое. Это первый выстрел. Не удалось совершить вовремя. Но в дальнейшем все три мишени были не поражены. В связи с чем пришлось менять танк и добавить себе еще один штрафной круг. А сейчас пока все здорово у Китая. Справляется с первой мишенью. Девятая мишень поражена. В дребезги разбивается стеклянная мишень. И по правой цели сейчас стреляет китайский наводчик-оператор. Напомню, это сержант Фуюи. 27 лет Фуюи. 9 лет уже служит Народная освободительная армия Китая. Смена экипажа. Вьетнам. Первый экипаж выполнил задачи. Это были капитан Фунг Ань Кионг. Старший лейтенант Фам Вань Ань. И лейтенант До Куок Туан. Передали эстафету второму экипажу. Командир танка майор Вубачонг. Наводчик-оператор. Лейтенант Ле Куан Хьёк. Механик-водитель. Лейтенант Дау Баты. Вьетнам. Второй экипаж. Ну что ж, вперед. Хорошая команда. Трудом верится, что эта команда еще совсем недавно принимала участие во втором дивизионе. В 2020 году заняли первое место во втором дивизионе. И с 2021 года стали участвовать среди сильнейших танкистов в первой группе. В прошлом году заняли девятое место. И экипаж не прошел вьетнамские в полуфинал. Ну а в этом году все меняется. Опыта стало больше. Подготовились сильнее. И вошли в полуфинальный заезд. Итак, а что с китайским экипажем? Есть ли еще боеприпасы? Оставались. Да, все здорово, друзья. Хорошо. Команда Китайской Народной Республики. Второй экипаж продолжит движение по трассе конкурса без штрафных кругов. Пока без штрафных кругов. Ну что ж, будет ли так далее, узнаем в процессе гонки. Посмотрите на непоколебимые лица китайских тренеров. Наблюдают за выступлением команды. Когда команда справляется с задачей, нет ни радости, ни улыбок на лицах тренеров. Все очень серьезно, очень сурово работают. Вот когда завершат выступление, тогда и будут радоваться, либо грустить. Но надеемся, что грустить не придется никому. Итак, вьетнамские танкисты на трибуне. Аплодируют сейчас болельщики, поддерживают ребят. Молодцы. Великолепная работа. Хороший заезд. Итак, три мишени в поле. Это Казахстан. Мишени номер 12. Время первого выстрела. Уже идет 10 секунд позади. Первый выстрел 15 секунд. Хорошо. Выстрел и цель поражена. Прекрасная работа. Ну что ж, у Казахстана, у первого экипажа были проблемы со стрельбой по 12-м мишеням, друзья. Были три мишени, не поражены. Ну а сейчас экипаж стреляет, попадает. Поэтому, я думаю, претензий к танку, к его техническому состоянию быть не может. Не до лед. Два штрафных круга заработали казахстанские танкисты. Итак, третья мишень остается в поле. По ней пока не вел стрельбовый экипаж. То есть, не сказать, наводчик-оператор, будет ли поражение. Разнес правую мишень. Но снаряд разнес ее после рикошета. Поэтому, ни в коем случае, цель пораженной не считается. Третий выстрел. Казахстан. Есть цель. В яблочко. В самый-самый центр, в самый центр мишени. Попадает наводчик-оператор. Хорошо вел боевую стрельбу. Сержант третьего класса Сунгат Садуакасов. 27 лет. Сунгат уже 7 лет в вооруженных силах Казахстана. А в танковом биатлоне принимает участие седьмой раз. Смело можно сказать, что наводчик-оператор Сунгат Садуакасов является фактически ветераном танкового биатлона. Итак, два штрафных круга, друзья мои. Назначена команда за непораженную мишень. Ну, здесь никаких сомнений нет. Недолет. Невозможно, чтобы снаряд залетел ровно и разнес мишень. При попадании практического снаряда остается ровная пробоина калибром 125 мм. Ну вот, друзья, еще раз. Повтор. И тот самый недолет, который принес команде два штрафных круга. Но, тем не менее, хорошо отработали. В целом, еще будет стрельба. Еще одна будет огневая задача по поражению вишенью номер 12. Но это уже история для тресива экипажа, который сейчас находится на трибуне и наблюдает за работой своих братьев-танкистов. Да, друзья, огромное количество болельщиков наблюдают за выступлением команд. В том числе и в районе конгрессного выставочного центра «Патриот», где разместился клуб болельщиков армейских международных игр. Все экспозиции, все выставленные образцы техники имеют отношение, конечно же, к армейским международным играм. И всего 34 конкурса и 34 экспозиции ждут вас в клубе болельщиков армейских международных игр, в котором можно провести прекрасное время со своей семьей, очень интересные выставки, ну и, конечно же, ознакомиться со всеми конкурсами, которые проходят на территории 12 государств. И только представьте, друзья мои, 270 команд принимают участие в армейских играх, 35 стран-участниц. Буквально вчера, уточнив всю информацию, благодаря офицерам Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, полковника Юрия Хатько, капитана 2-го ранга Василия Суботова и, конечно же, полковника Вольф Романа Борисовича, ведется статистика, ведется огромнейшая работа по анализу проведения армейских международных игр и всех конкурсов, чтобы в следующем году армейские международные игры были еще интереснее, еще ярче. Ну и, конечно же, привлекали все больше и больше зрителей, все больше стран-участниц. И не только 12 стран будут принимать конкурсы армейских игр, но я думаю, что все континенты уже совсем скоро примут конкурсы армии, а также Антарктида, Арктика и Северная Америка, друзья мои. Конечно же, мы с нетерпением ждем, когда наши партнеры будут принимать участие в армейских международных игр. Ведь каждый год Российская Федерация приглашает абсолютно все страны участвовать в армейских международных игр. Поэтому милости просим на танковый биатлон в том числе. Итак, дорогие друзья, продолжается заезд и Азербайджан 51 минута 29 секунд. Отсечка по времени. Итак, глубокий поворот 51 минута 53 секунды. Уже позади от старта в эстафете в полуфинале. Два танка рядом, два танка близко. Нужно быть осторожным и предельно внимательным. Это Казахстан и Вьетнам. У каждого своя дорожка. И сейчас танкисты, механики, водители выравнивают боевые машины, выравнивают танки, чтобы четко идти по своей полосе. Полосы определены цветом танка. Цвет танка определен жеребьевкой. Жеребьевка проводилась накануне полуфинальных заездов. Ну а уже завтра, дорогие друзья, состоится жеребьевка финала танкового биатлона. И мы узнаем, на каком танке, на каком цвете танка выступает команда Российской Федерации. И если она все-таки попадет в финал, мы очень на это надеемся. Но пока результат у нашей команды лучший. И уж немного позвольте забежать вперед. Я думаю, этот результат таковым и останется. Так, Китай, 49 минут и 37 секунд. Китайская сборная на шестом круге. Для второго экипажа это второй круг, свободный, без боевой стрельбы. Вьетнам, отсечка по времени, 53 минуты и 3 секунды. Отстают от Китая на 3 минуты 26 секунд. Вы посмотрите, вслед-вслед идут команды. Вслед-вслед друг за другом. Разница-то ведь небольшая. Если взять вчерашний заезд, то разница между Россией и Монголией была более чем 30 минут. Была более чем 30 минут. То сейчас самая большая разница немного более чем 3 минуты. Да, достойные все четыре команды полуфинального заезда. Силы фактически равны. Кто-то немного лучше в стрельбе, а кто-то немного лучше в вождении боевой машины. Ну а в целом очень хороший заезд. Я считаю, яркий заезд. И это только лишь вторые экипажи. Зачастую третьи экипажи делают просто нереальное. И вытягивают свои команды, меняя лидирующие позиции в заезде несколько раз. 54 минуты Казахстан на экранах. Шестой круг. А что у казахской сборной, друзья мои? Ну а у казахской команды впереди мишени номер 25 и мишень номер 11. Стрельбу будет вести командир танка. Повтор Азербайджан. Но неужели ошибка? Да, пидстоп. Пидстоп, к сожалению, заработал механик-водитель. Еще около минуты придется потратить. Потратить драгоценного времени. Да, время здесь в танковом биатлоне золото. Конечно же золото. А может быть даже и бриллиант. Для каждого по-разному. Но тем не менее, ни в коем случае нельзя его так попусту тратить. Попусту тратить это нарушать порядок преодоления препятствий. Попусту тратить это стрелять и не попадать в цели. Штрафные круги, пидстопы. Конечно же, играют злую шутку с экипажами. 54 минуты 57 секунд. Вы посмотрите, как быстро прошел китайский механик-водитель. Свободный круг без боевой стрельбы. Вот только ведь, только минуту назад, мне кажется, мы разговаривали о том, что они пошли на круг без стрельбы. И вот уже этот круг завершен. Команда продолжает движение. Впереди у китайских танкистов стрельба фланговая по 12-м мишеням. А пока 9-е мишени в поле для команды Азербайджана. 30 боеприпасов уже загружены, заряжены. Пулемет готов к тому, чтобы наводчик-оператор из него стрелял и поражал мишени. Да и мишени ждут, не дождутся. Мишенная команда работает слаженно, прекрасно. Вчера была небольшая проблема с 11-ми мишенями. Все устранено. Но, слава богу, все отлично работает. И мишени мы с вами видим прекрасно. Открывает огонь. И первая мишень поражена Азербайджан. Хорошо. Две мишени еще не пораженные. И если так и останется, то это два штрафных круга. Ну, надеемся, что такого не будет. Я уверен, что такого не будет. Посмотрите, есть цель. Очень близко к цели. Сразу же на первую очередь отправляет немного ниже, но потом корректирует тренер своего наводчика-оператора. И пуля прилетает туда, куда она должна прилететь. Три мишени поражены. Азербайджан. Блестящая работа. Наводчик-оператор, прапорщик, Елшат. Гусейнов вел боевую стрельбу. Второй раз участвует в танковом биатлоне. А вот команда Казахстана справилась с мишенью номер 25. Работает, сработал. Фаер. И сказал нам о том, что проблем нет. Так, одиннадцатую не удалось поразить командиру танка. Но 25-й справился уже прекрасно. А старший лейтенант Сиджан Кабланулы. Не впервые в танковом биатлоне. 25 лет. Сиджану, командиру танка казахской сборной. Вьетнам в это время останавливается для загрузки боеприпасов у Вьетнама и Китая. Будет сейчас фактически одновременное выполнение огневой задачи по поражению двенадцатых мишеней. Фланговая стрельба. Ну а не забывайте, друзья, о том, что для удобства на трассе конкурса два рубежа для ведения фланговой стрельбы. Организованы, подготовлены два мишенных поля для того, чтобы команды одновременно могли выполнять эту задачу. Так, китайская сборная. Загрузка боеприпасов. Очень слаженно работают китайские танкисты. Словно часы. Российские часы. Командирские часы. Вот так-то они примерно и работают. Итак, начинает движение китайский танк тип 96Б. Выходит на участок ведения боевой стрельбы. Фланговая стрельба. Нужно поворачивать башню танка влево. И вот сейчас, когда пройдет рубеж красных столбов, с этого момента. Ох, друзья мои, сегодня однозначно нехороший день для команды Китайской Народной Республики. Главный технический судья конкурса и судья по соблюдению требований положения проведения конкурса генерал-майор Рабан Бенюков только что сообщил мне о том, что команда Китайской Народной Республики не сможет сейчас совершить боевую стрельбу. Вновь техническая проблема у экипажа. И команда сейчас обозначит лишь только введение боевой стрельбы. Открывать огонь не будет. И пойдет сразу же на 6 штрафных кругов. И это говорит о том, что, по всей видимости, и третий экипаж китайской сборной не сможет вести огонь по 12-м мишеням. Ведь уже использована возможность замены танка. Да, второй попытки менять танк не будет, к сожалению, в полуфинальном заезде. Так, а команда Вьетнама повернула башню танка Т-72Б3 с легкостью. И танк движения. Мишени стоят. Ну что ж, 20, уже 8 секунд, 30 секунд. Однозначно пидстоп за превышение времени первого выстрела. И так есть цель. Но ни в коем случае вьетнамские танкисты не расстраиваются. Говорят о том, что ничего страшного, зайдем мы на пидстоп. Отстоим мы, отработаем задачу контрольного осмотра машины. Но самое главное, это стрелять и попадать по мишеням. Ведь именно ради этого каждый год приезжает танкист на танковый биатлон. Именно ради этого все болельщики, любители танкового биатлона, ждут с нетерпением и смотрят танковый биатлон. Приезжает на полигон Алабина. Выстрел! Но нет, не долет. Два штрафных круга зарабатывает вьетнамский наводчик-оператор для своей команды. Ревердвигатель танка китайского мимо кургана проходит. Нет, нет, прошу прощения. Это Казахстан. Китай пока лидирует. Отсечка по времени 1 час 34 минуты. Танк Казахстана под управлением механика-водителя отправился на третий круг. Есть цель! Вьетнам. Две мишени поражены. Хорошо. Вел боевую стрельбу наводчик-оператор вьетнамской сборной. Второй экипаж. Лейтенант Ле Куанг Хьёп. Ну, браво! Великолепная работа. Молодой военнослужащий, 27 лет, уже 8 лет в вооруженных силах Вьетнама. Принимает участие не первый раз танков в биатлоне. Знает свою работу, знает, что делать, знает, как стрелять, знает трассу. Ну и демонстрирует нам великолепную стрельбу. Немного ошибся. Одна мишень не поражена, но в целом два круга не так-то и много. Первая мишень поражена. В повторе мы наблюдаем за боевой стрельбой. Здесь недолёт, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Вправо уходит снаряд. Поторопился наводчик-оператор. Ну а третья мишень поражена. И вновь здесь, на судейской вышке, не было предела радости. И вот тот самый момент, когда тренерский штаб, не скрывая своей радости, поддерживает танкистов, поздравляет друг друга. В отличие от китайской команды, ещё раз хотелось бы отметить, что китайские танкисты, китайский тренерский штаб очень собран. Но в целом-то есть о чём горевать. Две машины использованы в ходе заезда. Вторая машина после замены имеет возможности вести боевую стрельбу. Какая-то техническая проблема. В чём здесь, в чём проблема у Азербайджана? Очень серьёзный занос. Ох, как опасно! Ох, как опасно! Выровнял боевую машину азербайджанский механик-водитель. А сзади уже приближался танк зелёного цвета Казахстана. И попросту могла быть ситуация, которая была уже на танковом биатлоне, когда экипаж допускал столкновение. Но здесь была бы, конечно же, вина Азербайджана. Ничего не случилось. Всё хорошо. Заезд продолжается. Все целые и невредимые. Самое важное и самое основное. Конечно же, это сохранение жизни, здоровья участников и зрителей танкового биатлона. Конечно же, сохранение боеспособности наших дорогих, мощнейших, сильнейших и одних из лучших в мире танков Т-72Б3. Немного останавливаясь, проходит препятствие эскарт. Но мы видели, что зацепил ограничительные столбы механик-водитель Азербайджана. Казахстан в мишени номер 9 уже на экране. Стоят и ждут, не дождутся с нетерпением, когда же новойчик-оператор будет по ним стрелять и поразит. Сунгат Задуакасов. Ветеран танкового биатлона, который седьмой раз уже выступает в этом конкурсе. Так, отсечка по времени в эти секунды пронесся мимо Кургана Славы очередной экипаж. Это был танк Вьетнама. Час 0-4. Прямо сейчас наблюдают в повторе преодоление препятствия «Колейный мост». На судейской вышке помощник главного судей конкурса по видеоповторам постоянно в режиме реального времени делает выборку и демонстрирует судьям все спорные моменты. Есть цель. Две мишени уже поражены. Ведет стрельбу команда Казахстана. Осталась одна мишень, но остались ли боеприпасы? В целом боеприпасов даже получается более, чем для стрельбы в индивидуальной гонке. В индивидуальной гонке была одна мишень. Здесь три мишени и 30 боеприпасов. Все три мишени поражены. Хорошо. Не зря мы так ярко говорили о наводчике-операторе казахской сборной Сунгат Садуакасов, который выступает в седьмой раз и оправдывает решение военнослужащих вооруженных сил Казахстана, решение командиров, начальников назначить Сунгата участвовать в конкурсе «Танковый биатлон». Азербайджан на экране, продолжает движение по трассе, прямолинейный участок. Азербайджан на седьмом круге в целом. И на данный момент у азербайджанской сборной свободный круг без выполнения боевой стрельбы. Казалось бы, здесь это тот самый момент, когда экипаж может нагнать все потерянные штрафные минуты, штрафные секунды. Максимально выложится механик-водитель, не допуская ошибок, но этого не удалось. Была ошибка на препятствии «Косогор», была ошибка на препятствии «Колейный мост». Был сход с колеи и будет назначен пидстоп. Но в целом за этот круг только, свободный круг, как казалось бы, будет назначено два пидстопа. Придется выполнять дважды задачу по контрольному осмотру машин. Азербайджан вышел из брода. Немного освежились танкисты. Освежился танк Т-72Б3. Ярко-желтые, российские танк Т-72Б3, который является усовершенствованной, глубоко модифицированной версией проверенного 72-го танка «Урал». На вооружение танк Т-72Б3 был принят в 2012 году. Главным отличием от предшественников является повышенная мобильность, более мощная силовая установка 840 лошадиных сил, мощность двигателя танка Т-72Б3. Обновленный вариант оснащен не только более мощным двигателем, но и новой системой заряжания. А также танк Т-72Б3 позволяет вести боевую стрельбу не только штатными артиллерийскими выстрелами, но и осуществлять пуски противотанковых управляемых ракет, которые способны гарантированно поражать бронеобъекты противника на дальности до 5000 метров. Итак, мишень номер 25 на экране, мишень номер 11, пока не наблюдаем, но вблизи она находится. Обязательно покажут немного ее позже. Как показывает практика, танкисты начинают вести стрельбу как раз-таки с 25-й мишени, но не всегда. Все же это на решение командира танка, который ведет боевую стрельбу. Командир танка майор Ву Бачонг. О, команды Вьетнама. Командиры танков представлены офицерами. И есть цель, 25-я мишень поражена. Командир танка майор Ву Бачонг. Итак, поточняли информацию в режиме реального времени у главного судьи конкурса. Ну что ж, что касается 11-х мишеней. В связи с тем, что вчера была техническая проблема по мишеням номер 11 после первого круга, после первого выступления первых экипажей, прошу прощения. А в дальнейшем 11-я мишень не поднималась. Так вот, принято решение судейской коллегии, здесь сейчас на вышке, главный судья конкурса, дает команду на то, чтобы, как и во вчерашнем заезде, для того, чтобы условия были равны, как у команд выступающих вчера и сегодня, 11-е мишени использовались только для первых экипажей. Сейчас 11-е мишени использоваться не будут. Ну что ж, я считаю, очень правильное решение. Условия должны быть одинаковые. И временные показатели могут быть значительно разные, если не прервонять данные условия. И командам придется выполнять эту гневую задачу. Возможно, придется проходить штрафные круги за непоражение этой мишени. И, возможно, не попасть в финал. Команда Казахстана очередной круг завершила. Третий круг позади. Сейчас свободный круг, без боевой стрельбы. На данном этапе команда идет на третьей строчке. Но пока мы не будем торопиться и говорить о том, что так все сохранится, так все и останется. И напоминаю о том, что китайская команда, несмотря на лидерство, не сможет вести боевую стрельбу. Уже сейчас определенно знает третий экипаж о том, что придется, как минимум, проходить шесть штрафных кругов, начав участие в этом заезде. Но нужно отметить механика водителя. Замечание к механику водителя. Фактически нет абсолютно претензий. Так, стрельба из зенитного пулемета у китайской команды уже через несколько мгновений. И вот останавливается танк тип 96Б. Но с зенитным пулеметом, я думаю, проблем у китайской сборной нет. Показывается экипаж. Нужно всем выйти из машины, построиться и начать загрузку боеприпасов. 20 боеприпасов, из них 6 с трассирующими пулями для ведения боевой стрельбы из зенитного пулемета. Также калибр его 12,7 миллиметров. Ну, фактически аналог нашего города. Так, мишень в поле открывает огонь. Сейчас командир танка китайской сборной. Нужно попадать обязательно. Людже ведет стрельбу. Короткими очередями. Есть цель! Ну что ж, хорошо. Хорошо, замечательная работа. Штрафных кругов не будет. Теперь расход боеприпасов. Доклад о том, что оружие разряжено. И вперед по трассе конкурса без штрафной дистанции. Что ж, как ни странно, продолжает вести боевую стрельбу. Вот расход. Сейчас получил команду от своего тренера. О том, что все, расходы и боеприпасы. Разряжаем пулемет. И вперед на трассу конкурса. Нет времени на раздумья. Тренерский штаб на экране управляет очень уверенно и здорово своим экипажем, своей командой. Ну что же сказать. Команда Китая всегда была одним из фаворитов конкурса танковый пиатлон. Один год был неудачный для китайской команды. Это был 2019 год, когда китайская сборная заняла шестое место. Ну а в дальнейшем, в 2020 году, серебряные бризеры. В 2021 году вновь второе место в танковом пиатлоне. Что покажет этот год, этот год узнаем уже совсем скоро. Если вернуться в 2021 год, то в финале принимали участие команды Россия, Китая, Казахстана и Азербайджана. Команда Российской Федерации заняла первое место. В прошлом году показав результат 1 час 37 минуты 33 секунды. А вот самая интересная борьба развернулась в прошлом году в финале за третье место. Казахстан и Азербайджан не отпускали друг друга. Невероятные баталии. Но, тем не менее, команда Казахстана сумела завоевать третью строчку, сумела завоевать бронзовые медали, а вот Азербайджан остался четвертым. Итак, 76 км в час максимальная скорость, которая была зафиксирована GPS-трекером, установленным в китайской боевой машине. В китайском танке тип 96Б. Участок в минно-взрывном заграждении. Посмотрите, на какой скорости проходит это препятствие. Это говорит о высоком профессионализме механика-водителя. Белый флаг поднял полевой арбитр. Нарушений не было. Хорошо. Препятствие брод. Восьмой круг у китайской сборной. Восьмой круг – это последний круг для второго экипажа. Впереди передача эстафеты третьему. Продолжает лидировать в этом заезде китайцы. Посмотрим, что нам покажут третьи экипажи. И уже сейчас, напомню, мы знаем, что вряд ли удастся китайской команде вести боевую стрельбу из танковой пушки. Загрузка Азербайджана. Завершили загрузку. И будут вести стрельбу по 12-й мишеням. А пока отсечка по времени. Вьетнам отправляется на восьмой круг. И снова идут след-след. Рядом все команды. У нас сейчас все четыре команды на восьмом круге эстафеты. Вторые экипажи завершают выполнение своей задачи. Ох, нужен будет повтор. Я думаю, порядка преодоления препятствия. Колейный мост. Не сошел ли с колеи вьетнамский механик-водитель? Отсечка по времени. Завершили выступление танкисты Китайской Народной Республики. Сейчас нам их обязательно покажут. Это пока все внимание на боевую стрельбу. Команда Азербайджана. Выстрел. 16 секунд. Хорошо. Во время уложились. Спидстопа не будет. Но будут штрафные круги. Итак, внимание. Вьетнам. Покасательные прошли. Но, тем не менее, не нарушили. Передача эстафеты. Одновременно Казахстан и Китай передают эстафету сейчас. Итак, эстафета передана третьему экипажу Казахстана. Командир танка капитан Ермахан Кудайберген. Наводчик-оператор сержант третьего класса Рустам Молдашов. И механик-водитель сержант третьего класса. Есть цель! Азербайджан справляется с одной мишенью. Механик-водитель Казахстана. Третий экипаж сержант третьего класса. Боимбет Бодесов. Ну и китайские танкисты приближаются к своему танку СИП-96Б. Остается пожелать удачи танкистам Казахстана и Китая. Вперед, парни, работать, выкладываться. Посмотрите. Казахстан сейчас здесь на экране. Второй экипаж. Парни возвращаются на трибуну к своим болельщикам. Вы молодцы. Настоящие молодцы. Браво! Мои огромное спасибо за этот заезд. Китай. Третий экипаж. Командир танка лейтенант Пан Юе. Наводчик-оператор. Вернемся к Китаю немного позже. Сейчас Казахстан на экране. Третий экипаж. Начали движение. И отправились на первый круг для третьего экипажа. На котором придется выполнять первую огневую задачу. Стрельба по мишеням номер 12. А вот и китайские танкисты. Командир танка лейтенант Пан Юе. Наводчик-оператор сержант Хуань Мин Фэн. И механик-водитель, старшина третьего ранга Цао Лай Цюнь. Итак, у Китая первый круг. Стрельба по мишеням номер 9. Повтор Азербайджан. Первая мишень. Нет поражения. Вправо уходит снаряд. Два штрафных круга зарабатывает экипаж. Дальнейшем. Второй выстрел. И цель поражена. Здесь никаких вопросов к наводчику-оператору нет. Ну и третий выстрел. Добавил еще два штрафных круга за непораженные мишени. Сейчас, собственно говоря, механику-водителю приходится отдуваться за ту стрельбу, которую продемонстрировал наводчик-оператор. Азербайджан. Восьмой круг. Пройдут штрафные круги и передадут эстафету. На данном этапе две команды эстафету передали. Казахстан и Китай. И выступают уже третьи экипажи. Вьетнам. Девятые мишени. Восьмой круг. Десять мишеней из 24 уже поражены. Можно добавить в копилку пораженных мишеней еще три девятых. И очень хотелось бы, чтобы это случилось. Команда Азербайджана в это время принимает решение о замене танка. И вместе с эстафетой будет заменен и танк. Первая мишень поражена. Вьетнам. Так, боеприпасов предостаточно. Нужно быть только лишь предельно внимательным и вспомнить все, чему научили начальники, командиры, преподаватели, инструкторы. И вспоминает. Вспоминает об этом наводчик-оператор сборной Вьетнама. Одна мишень остается не пораженной. Болельщики ликуют. Я уверен, что все тепло, сердец, все те теплые эмоции, которые направляют болельщики своим танкистам, обязательно доходят до них. Несмотря на то, что танкисты находятся в танке. Чувствует тепло, сердец своих болельщиков, всех тех, кто поддерживает здесь, на полигоне Алабина. Смотрит в эфире телеканала «Звезда» и радуется за блестящую работу. Наводчик-оператор Куан Хьёп Ле. Вел боевую стрельбу, справился с тремя мишенями. И теперь 13 мишеней из 24 поражены. Китайская команда. Та же самая огневая задача, которую сейчас выполнял Вьетнам. Стрельба по девятым мишеням. Итак, пока мишени целые. Но если понаблюдать за выполнением данной огневой задачи, если вспомнить выполнение данной огневой задачи первым и вторым экипажем китайской сборной, то все девять мишеней, первым и вторым экипажем, мишени номер девять, были поражены. В целом Китай идет пока ровно, как и вьетнамская команда по количеству пораженных мишеней. Десять. Но если поразит все три девятых, то будет ровно. Пока 11 из 24, одна мишень поражена, девятая, еще две цели. И вторая мишень поражена. Остается третий мишень, девятая. Китайская команда. Безусловно, сегодня их волнение на пределе. Сегодня есть о чем попереживать. Ведь штрафные круги уже фактически определены китайской сборной за стрельбу по мишеням номер двенадцать. Возможно, возможно, пока второй экипаж китайской сборной путешествовал по трассе конкурса и устранил задержку, устранил ту поломку, первый выстрел прозвучал. Команда Казахстана открывает огонь по мишеням номер двенадцать. Но не до лед. Итак, Китай завершил выполнение огневой задачи по поражению мишени номер девять. Выстрел! И есть цель! Казахстан! Собрались, собрались танкисты! Еще одна мишень, нужно поражать ее! Китайская команда поразила все три мишени номер девять. Но получили штрафной круг за нарушение техники безопасности. Не был заглушен сразу двигатель, когда команда вышла из машины и начала загружать боеприпасы. Это нарушение и это штрафной круг. Итак, третья мишень. Двигаться. Двигаться танк должен, и он двигается. Скорость минимальная. Три километра в час, я думаю, не более. Но стрельба должна осуществляться обязательно в движении. В этом и задача. Идея фланговой стрельбы. Выстрел! Четыре штрафных круга назначает главный судья конкурса. Две мишени не поражены. Итак, на ближайший штрафной круг сейчас будет управлять главный судья конкурса команду. Четыре штрафных круга. Это два километра. 500 метров длина одной штрафной дистанции. Одного круга. Да, это немало. Безусловно, немало, дорогие друзья. Но, тем не менее... Но, тем не менее, придется их пройти. Повтор стрельбы. Первый недолет. Разносит мишень. Однозначно недолет. Второй выстрел. И яркое, прекрасное попадание. Никаких сомнений здесь нет. Но и третий выстрел принес команде еще два штрафных круга. Вновь недолет. Так, препятствие в рот. Казахстан. Девятый круг команды Казахстана идет к финишу. Хорошо идет. Выполнили огневую задачу по поражению 12-х мишеней. Впереди еще две задачи. И, что приятно, казахской сборной жеребьевка распорядилась так, что четвертый круг, последний круг у команды будет свободный. Можно будет нагнать потерянное время. Так, оба, обе команды принимают решение в ходе замены экипажа менять и танк. Тут уж ожидают своих танкистов, своих братьев, команда Вьетнама и команда Азербайджана. Второй экипаж вьетнамской сборной закончил выступление в полуфинале. Командир танка майор Вубачон. Наводчик-оператор лейтенант Ле Куанг Хьёб. Механик-водитель лейтенант Даубаты. Второй экипаж, браво, передана эстафета. И приближается сейчас к синему танку третий экипаж. Командир танка майор Вионг Ван Шеп. Наводчик-оператор старший лейтенант Фан Антуан. И механик-водитель лейтенант Чу Ван Тунг. Третий экипаж Вьетнама в танке продолжает выступление в конкурсе. Азербайджан передает эстафету. Выступали командир танка прапорщик Таджир Рзаев. Наводчик-оператор прапорщик Елшат Гусейнов. Механик-водитель младший сержант Суджаяд Абдул-Азаде. Экипаж под номером три, который уже в боевой машине. И начинает выступление командир танка прапорщик Софияр Асланов. Наводчик-оператор сержант Бахтияр Гумбетов. Механик-водитель рядовой Мирали Ибрагимов. Ну что ж, Вьетнам-Азербайджан вперед! Свежие танки! Замена совершена. Придется пройти по одному штрафному кругу за замену танка. Казахстан один час. Посмотрите на лица танкистов. Слезы и радости, ну и, конечно же, слезы на лицах танкистов с теми ошибками, которые были допущены. Но я уверен, что Вьетнам. Вами гордится танкисты Социалистической Республики Вьетнам. Вы молодцы. Вы сделали все, что смогли. Вьетнам, напомню, еще совсем недавно, казалось бы, выступая во втором дивизионе, показывал далеко не лучшие результаты. Прошло три года. И Вьетнам в первом дивизионе, и Вьетнам в полуфинале. Не в аутсайдерах, ни в коем случае. Поэтому дождемся завершения этого заезда. А кто знает, быть может, Вьетнам и пойдет в финал. Так, повтор, внимание. Здесь была ошибка. Неужели столкновение? Нет, нет, друзья мои, все хорошо. Ушел от столкновения экипаж Вьетнама. Немножечко притормозил. И сохранил боевые машины в целостности и сохранности. Не до паху здесь. Очень опасно. И здесь очень опасно. Помеха справа, напоминаю. Здесь абсолютно идентичные правила дорожного движения, как и на трассе с левосторонним движением. Так, препятствие. Грозное препятствие. Казалось бы, непростое препятствие. Но с легкостью его преодолевают экипажи. Это препятствие Искарм. 90 сантиметров его высота. Девятый круг. Девятый круг, друзья. Вернемся немного позже к информации о количестве пройденных кругов. А пока предварительные результаты. Общее время. Азербайджан час 25.34. Вьетнам час 25.9 секунд. Китай час 16.26. Казахстан лидирует, опережая Китай. Вот и пришел тот момент, когда лидеры поменялись местами. Поменялись местами. Да, пока до выступления третьих экипажей лидировали китайские танкисты. Но представители Казахстана сумели их опередить. Вчера выступали команды России, Белоруссии, Узбекистана и Монголия. Очень хорошее время у России, Белоруссии. В целом и Монголии. Да, немного хуже выступила Монголия. Но тем не менее, разница во времени значительная. Час 29 у России, час 39 у Белоруссии и 1 час 53 минуты у Узбекистана. Я думаю, Узбекистан и Монголия сейчас больше всего волнуются и переживает, попадут ли они в финал. Азербайджан, девятый круг. Первый круг для третьего экипажа. Стрельба из зенитного пулемета. Командир танка, прапорщик Софияр Асланов, загрузил боеприпасы. В это же время... В это же время Казахстан ведет стрельбу по 25-й мишени. И есть Азербайджан, справляется с 25-й мишенью. Цель поражена. Фаер горит, сверкает и радостно салютует о том, что командир танка поразил мишень. И командир танка Казахстана знает свою задачу. Блестящая работа. Азербайджан, прапорщик Софияр Асланов вел стрельбу. Ну а у казахской сборной третий экипаж, капитан Ермахан Кудайберген поразил мишенью номер 25. Ну что ж, парни, вперед, вперед и только вперед. Мишени поражены, на штраф заходить нет необходимости. Механики, водители, сейчас, конечно же, на вас самая основная нагрузка. Вести боевую машину и ни в коем случае не нарушать порядка преодоления препятствий. Так, штрафной круг за замену танка придется пройти Азербайджану. Это условия проведения конкурса, это правила конкурса «Танковый биатлон». И именно в положении написано о том, что за замену боевой машины, вне зависимости от того, есть ли вина экипажа или ее нет, команде нужно идти на штрафную дистанцию и проходить дополнительно 500 метров. А у нас полтора часа позади. Один час тридцать минут и пятьдесят девять. Уже один час тридцать одна минута с момента, когда стартовали команды во втором полуфинале конкурса «Танковый биатлон». Очень яркий заезд, очень напряженный заезд. Команды хватаются за лидерство каждую секунду. Каждую секунду наступая на пятки друг к другу. Если сейчас мы можем отметить, что Казахстан лидирует, но тем не менее впереди еще три, а у кого-то четыре круга до завершения этой гонки. Поэтому все еще может измениться. По финишированию предварительно мы сразу же с вами сможем узнать, кто стал финалистом. Но тем не менее окончательный результат этого заезда будет после проведения заседания судейской коллегии. После того, когда все судьи этого заезда пройдут. Посмотрите, не было ли, а не было ли здесь схождения с колеи? Что нам скажет полевой арбитр? Нет. Прошли показательные, но тем не менее не сошли с колеи китайские танкисты. Так, команде Казахстана пришлось пройти четыре штрафных круга. И здесь сейчас принцип брат за брата. За стрельбу из танковой пушки второго. Третьего экипажа. Две мишени, да, были не поражены. И сейчас команде нужно идти на штраф. В связи с тем, что после выполнения огневой задачи штрафные круги были задействованы. Поэтому сейчас главным судьей конкурса принято решение направить команды именно сейчас на штрафную дистанцию. Азербайджан. Глубокий поворот. Один час тридцать две минуты сорок шесть секунд. Ну а в целом команда Азербайджана уже на девятом круге. И завершает выполнение всех задач девятого круга. У команды Азербайджана была стрельба по мишени номер 25. Далее Азербайджан пойдет на десятый круг и выполнит задачу по стрельбе из спаренного пулемета по девятым мишеням. Очень плотно идут экипажи. Очень плотно друг с другом. Остается опасность столкновения. Но надеемся, что механики водители этого не допустят. Сборная Вьетнама. Свободный круг был. Завершает прохождение круга без выполнения огневых задач. Удалось ли нагнать потерянное время вьетнамской сборной. Но, по крайней мере, ошибок не было. Круг пройден чисто. Без нарушений порядка преодоления препятствий. Отсечка по времени. Итак, Вьетнам пока третьим идет. Час 33.42. Отстают от Казахстана на 7 минут 54 секунды. Отставание Китая от Казахстана на 23 секунды. Всего лишь навсего Вьетнам. Повнимательнее бы нужно на колейном мосту. Пит-стоп. Эх, не успел я похвалить механика водителя Вьетнама. Как тут же сход с колеи. Перехвалил, по всей видимости. Ну что ж, простите, дорогие болельщики. Вьетнамской сборной. Очень надеюсь, что не будет дальнейших проблем. Итак, цепляет заграждение. Вьетнамский танкист. Вьетнамский механик-водитель. А сейчас противотанковый ров. До Казахстана выходит с легкостью. Нет нарушений. Грозное препятствие. Таит себе сложности. И они были в этом году у некоторых команд. Мы помним участие команды Судана 2-го дивизиона, которые просто свалились в противотанковый ров. Мы помним, как некоторые команды, да многие команды 2-го дивизиона, цепляли ограничители. Ограничители в противотанковом рве установлены, подвешены на специальных устройствах. Итак, повтор. Что здесь была ошибка. Но неужели ошибка? Казахстан. Ох, как съехал с трассы. Дезориентировался танкист из Казахстана. Но все живы, здоровы. Все целы и невредимы. Проблем нет. Сейчас механик-водитель казахской сборной ведет машину по новому препятствию. Проход в заграждениях. Раньше здесь была гребенка. В индивидуальной гонке на месте прохода в заграждениях было установлено также новое препятствие, где экипажам было необходимо устанавливать пулеметы на штатные места и только после этого продолжает движение. Но в эстафете остановки в обозначенном месте установки пулеметов нет. Здесь препятствие проход в заграждениях. Азербайджан справился закрыть люк нужно. Нужно закрыть люк. Друзья мои, вы посмотрите. А пушка-то поворачивается. Неужели второй экипаж сумел в движении, выступая в полуфинале, выполняя задачи полуфинала, устранить техническую проблему? Выстрел! Стреляет китайский танк! Ой, молодцы танкисты! Великолепная техническая подготовка второго экипажа, по всей видимости. Несмотря на то, что была проблема, устранили ее. И вернули, так сказать, танк второму, третьему экипажу, передав эстафету в исправном состоянии. Итак, вторая мишень. Выстрел! Недолет! Недолет, но, безусловно, нервы на пределе у китайских танкистов. Несмотря на то, что мы наблюдаем с вами пробоину, но это пробоина, которая появилась после рикошета. Снаряд прилетел в бруссер и отрикошетил, пробил дырку в мишени. Это не является поражением цели. Так, третья мишень. Выстрел! Китай поражает мишень! Две мишени разбиты! Два круга всего лишь навсего придется пройти китайской сборной, и это говорит нам о том, что Китайская Народная Республика по всей видимости не будет уступать свое лидерство в этом заезде. Нагонять время, нагонять время, конечно же, будет сейчас механик, водитель и весь экипаж. А на экране наводчик, оператор китайской сборной, сержант Хуань Мин Фэн. Итак, борьба за лидерство вот сейчас на ваших глазах и разворачивается. Китай и Казахстан. Кто же станет лидером в этом заезде? Разница минимальная. И все будет зависеть от того, как выполнит огневую задачу команда Казахстана на третьем круге, где предстоит стрелять по мишеням номер 9. Далее свободный круг, а у китайской сборной остался один круг всего лишь навсего. Стрельба по вертолету из зенитного пулемета. Так, команда Казахстана выполняет огневую задачу. И вот сейчас решится, если наводчик-оператор поразить сразу все три мишени, то шанс на лидерство остается. Если же будут промахи, то придется идти на штрафные круги, и можно лидерство потерять. Вращает башней. Ищет цели. Ведет стрельбу наводчик-оператор. Не спешит, не торопится. Осторожно, внимательно. Так, пока мишени целые, невредимые. Азербайджан открывает огонь. Также три мишени номер 9. Команда Азербайджана на данный момент на втором круге для третьего экипажа. В целом, это десятый круг в эстафете. С замиранием сердца. Фактически не дыша. Сейчас все болельщики Казахстана прильнули к экрану. И жду туда, чтобы справиться с этой задачей. Очень хотелось бы и нам. Конечно же, чтобы Казахстан сумел таки поразить Мишели. И делает он это! И делает наводчик-оператор. Итак, одна мишень поражена. Еще две мишени остаются не пораженными, если боеприпасы. Итак, Азербайджан. Первая мишень. Вторая мишень уже поражена. Летят пули очень близко к средней цели. В дребезге! Хорошо, Казахстан! Итак, одна мишень остается. Есть ли боеприпасы для ее поражения? Продолжает вести стрельбу. Казахстан поразил все три мишени. Хорошо, прекрасная работа. Ну что ж, вперед, Казахстан! Вот это борьба! Вот это заезд, друзья мои! Казалось бы, все уже предрешено. Китай не будет стрелять и пойдет на шесть кругов. Но нет! Поражает две мишени. Китай идет только на два штрафных круга. Казахстан поражает три мишени. Впереди только лишь свободный круг. Все будет зависеть от того, как сейчас китайская команда выполнит огневую задачу на четвертом круге. Итак, внимание! Три мишени в поле. Ведет боевую стрельбу Социалистическая республика Вьетнам. Десятый круг у вьетнамской сборной. Выстрел! Цель поражена! Так, 1700 метров. Мишени нет. Мишени нет, потому что ее уже попросту поразили. Будем считать, что бронеобег противника уничтожен. Так, левая, правая мишень. В какую выберет? По какой будет стрелять наводчик-оператор? Фан Аньтуан. Пока остается загадкой. Не первый раз участвует Фан Аньтуан. Участвовал в том знаменитом заезде, когда команда участвовала во втором дивизионе. И заняла второе место. Конечно же, лидерство первое место в 2020 году. В том числе отдела рук и наводчика-оператора Фан Аньтуана, который сейчас и ведет боевую стрельбу. 31 год ему. Уже 11 лет в вооруженных силах Вьетнама. Выстрел! Нет цель. Цель не поражена. Итак, остается одна мишень. Два штрафных круга. Уже есть. А в это время китайский танк приближается к Кургану Славы. Отсечка по времени. Последний круг у Китая. 1 час 42 минуты 34 секунды. Итак, вопрос остается открытым по прохождению в финал. Однозначно, Россия и Беларусь в финале. Однозначно. Потому что время лучше. Не попадает сейчас танкист из Вьетнама по двум мишеням номер 12. И придется пройти 4 круга. Итак, друзья мои, вернемся к результатам. 1 час 43 минуты и никто еще не завершил этот заезд. Это говорит о том, что Россия и Беларусь со своим результатом вчерашнего дня однозначно отправляются в финал. Теперь вопрос. Кто? Узбекистан, Китай, Казахстан, Азербайджан или Вьетнам? Среди пяти команд останутся две сильнейших. Очень сильно сомневаюсь, что так случится, что все команды, участвующие в этом заезде, пройдут более чем за два часа и попадут в финал все команды вчерашнего заезда. Очень сильно сомневаюсь. Все же однозначно одна, быть может, две команды пройдут из этого заезда в финал. И что-то мне подсказывает, что это будет либо Китай, либо Казахстан. Так, хорошая скорость продолжает движение по трассе конкурса. Танк Казахстана опережает танкистов из Вьетнама. Впереди участок минно-зраном заграждении. Команда Китайской Народной Республики сбивает ограничительный столб на Касагоре. Сейчас будет повтор, друзья. Посмотрим на работу механика-водителя китайского танка. Была ошибка, торопится. Очень сильно торопится, конечно же, сейчас каждый механик-водитель. Но порой как раз-таки и приходит тот момент, что спешка приносит ошибки, приносит пидстопы. Итак, стрельба еще раз. Команда Вьетнама. А вот и радостные тренеры сборной Вьетнама. Конечно же, прекрасная работа. Большой палец вверх, но не на 100%. Поразили одну мишень, а за две мишени придется пройти два штрафных круга. Больше в полуфинале для Вьетнама стрельбы по 12-м мишеням не будет. Самая значимая, самая важная стрельба на танковом биатлоне. На штрафной дистанции сейчас вьетнамские танкисты. Повтор, внимание! Китай сбивает ограничительный столб. Один. Пусть всего лишь один, но тем не менее этого достаточно для того, чтобы главный судья конкурса отправил команду на пидстоп. Боевая стрельба. Командир танка китайской сборной, лейтенант Пан Юе ведет стрельбу. Итак, мишень в поле. Прицеливается. Командир танка ведет боевую стрельбу. Открывает огонь. Цель пока не поражена. Но если не удастся поразить мишень, то тогда все шансы у Казахстана. Карты в руки Казахстану и лидерство в этом заезде. А если все же попадет по цели, то интрига сохранится до самого завершения заезда. Итак, пока мишень не поражена. Но неужели плохо видно? Неужели столь плохая видимость сейчас и задымление не позволяет командиру танка попасть по цели? Да, принимает решение вести стрельбу. Разряжает. Разряжает пулемет. И отправится на штрафной круг танкисты из Китая. Да, интрига действительно сохраняется до самого последнего момента. Кто же придет первый? Казахстан в это время. Итак, где находится Казахстан? Танкисты из Казахстана выполняют задачу пит-стопа. Была ошибка на круге без стрельбы. Допустили ошибку. Сейчас выполняют. Уже завершили выполнение на контрольного осмотра машины. Продолжает движение по трассе конкурса. И свободный круг. Казахстан. 12-й круг без боевой стрельбы. Китай пройдет штрафной круг и будет финишировать. Ну что, сейчас, друзья мои, соревнования исключительно для механиков-водителей. Этот последний круг за механиками-водителями. За этими замечательными парнями, опытными, очень сильными танкистами. Но кто из них окажется сильнее, покажет время. Итак, механик-водитель Китая. Старшина третьего ранга Цао Лайтюнь. Механик-водитель Казахстана. Сержант третьего класса Боимбет Бодесов. Боимбет 9 раз. Принимал участие в танковом биатлоне. Механик-водитель китайской сборной. Впервые в конкурсе молодой всего лишь 22 года Цао Лайтюню. Итак, ну что ж, молодость или опыт? Молодость или опыт? Кто победит? Узнаем уже через несколько мгновений. Казахстан продолжает движение по трассе конкурса. А китайская сборная прошла уже штрафной круг. И идут по прямолинейному скоростному участку. Ну что ж, чтобы стать победителями, лидерами в этом заезде, должно случиться чудо. Либо Китай допустить ошибку на участке в минозырном заграждении, либо на каком-то другом из препятствий. По-другому не удастся. По-другому не удастся. Китай все ближе и ближе к финишу. Время 1 час 48 минут 45 секунд. У китайской команды остается шанс на прохождение в финал. Я думаю, она его не упустит. Узбекистан, друзья мои, сейчас, да, покусает себе, конечно же, локти. Совсем немного бы времени, немного бы получше выступить. И тогда бы шанс оставался у Узбекистана. Но шансов оставалось бы больше. Но сейчас, конечно же, сомнения, безусловно, есть. Удастся ли узбекской сборной войти в финал. 1 час 53 минуты 39 секунд у сборной Узбекистана. Если оба экипажа Китая и Казахстана финишируют быстрее, чем за 1 час 53 минуты 39 секунд, то не будет шанса у Узбекистана и у Монголии пройти в финал. Так, опережать, по всей видимости, будет сейчас и команду Вьетнама. Китайский танк. Ну что ж, обмылись, немного освежились. Ярко-красный тип 96Б несется и ведет свою команду к победе в этом заезде. И, конечно же, к финалу конкурса танковый биатлон осталось 3 препятствия. И если случится так, что экипаж пройдет без нарушений, то билет в финал гарантирован. 1 час 50 минут и 7 секунд. Глубокий поворот. Остаются последние два препятствия для сборной Китая. Вьетнам идет следом, но разница лишь в том, что у сборной Вьетнама. Это 10-й круг. Впереди еще огромное количество задач. Как опасно сейчас. Азербайджан ведет боевую машину. Спешит, торопится. Все же мечтает о том, что успеть вложиться во время. Я думаю, что азербайджанской команде вложиться во время не удастся. Хотя сегодня заседание судейской коллегии. И до тех пор, пока протокол временных показателей этого заезда не будет подписан и утвержден главным судьей, окончательный результат объявлять мы не сможем. Этого сделать не получится. Поэтому только лишь предварительный результат, основанный на тех временных показателях. И то, что мы видим с вами вместе, дорогие друзья. Итак, приходится выполнять задачу осмотра машины. И мы помним за нарушение на препятствии Косогор. Была допущена ошибка. Задели ограничительный столб. И вот сейчас очень обидно, конечно же, китайским танкистам выполнять эту задачу. Ведь вот он уже финиш. И секунды, и минуты идут не в пользу. Китайской сборной. Один час, 51 минута, 43 секунды финиширует китайская команда. Третий экипаж завершает выступление в полуфинальном заезде конкурса «Танковый биатлон». Ну что, друзья, Китай в финале «Танкового биатлона». Россия, Беларусь и Китай. Итак, время показывает главный судья конкурса. Конечно же, радостно аплодируют тренеры и китайские болельщики своим танкистам. Это блестящая работа. Вы молодцы. То, что сделали эти парни, не сделал в этом заезде никто. Сумели устранить техническую проблему, которая возникла в момент выступления второго экипажа. Как они это сделали, остается пока для нас загадкой. Доложил тренер сборной, главному судьи, о том, что башня танков не поворачивается. Башня танка неисправна. Но каким-то чудесным, волшебным образом сумели устранить эту проблему непосредственно в заезде. Один час, 52 минуты, 49 секунд. Ну что ж, Казахстан приближается. И будет ли билет в финал? Развивается государственный флаг Китайской Народной Республики. А вот и Казахстан. Итак, сборная Казахстана приближается к финишу. А команда Китайской Народной Республики, выполняя воинское приветствие, благодарит всех, кто болел и поддерживал команду. Финиш команды Республики Казахстан. Один час, 53 минуты. Ну что, секунды всего лишь навсего разделяют сейчас. Да, время зафиксировано. Один час, 53 минуты, 23 секунды. И поверить в это сложно. Разница в 16 секунд. Да, 16 секунд не хватило Узбекистану для того, чтобы пройти финал конкурса. Друзья мои, это предварительный результат. Но я думаю, что вряд ли он уже изменится. Россия, Беларусь, Китай и Казахстан с 90-процентной уверенностью будут в финале. Сегодня состоится заседание судей. Сразу же после этого заезда все судьи отправляются на осмотр мишени. Лично осматривают каждую цель, фотографируют. Все фотоматериалы предоставляются на заседании судейской комиссии. Государственный флаг Казахстана сейчас в руках танкистов третьего экипажа. Ну что ж, парни, браво! Вы молодцы, вы большие молодцы! Вот с таким-то разрывом финишировать это дорогого стоит. Вы подарили всем болельщикам танкового биатлона действительно великолепнейший заезд. Итак, третий экипаж Казахстана. Командир танка капитан Ермахан Кудайберген. Наводчик-оператор, сержант третьего класса Рустам Молдашов. Механик-водитель, сержант третьего класса Бэймбет Бодесов. Итак, Вьетнам. Открывает огонь, мишень стоит. Одиннадцатый круг у вьетнамской сборной. Впереди еще один круг и стрельба по мишеням номер девять. В это же время азербайджанская команда поворачивает башню. Танка в поле. Итак, мишень в поле. Выстрел. Отсечка по времени. Двенадцать секунд. Хорошо, но нет поражения. Нужно собраться. Собраться повнимательнее. Борьба идет сейчас за пятое место в танковом биатлоне. Выстрел. Есть цель. И остается одна непораженная мишень. Команда Казахстана в это время результативно завершила выполнение огневой задачи по поражению мишенью номер двадцать пять. Вертолет поражен. Команда отправляется в дальнейшее движение по трассе без штрафных кругов. Еще один выстрел. Итого четыре штрафных круга. Азербайджан. Двенадцатый круг. Будут финишировать уже через несколько мгновений. И внимание. И спорный момент. Поспешил сказать, что попадания не было. Два штрафных круга. Все же две мишени поражены. Повтор продемонстрирует. И внимание на экран. Первый выстрел. Недолет. Второй выстрел. Сомнений никаких не было. Четкие попадания в цель. И вот третий выстрел. Да, цель поражена. Цель поражена. Вниз цели. В ее нижнюю кромку попадает наводчик-оператор азербайджанской команды. Два штрафных круга. И финиш Азербайджана в полуфинальном этапе конкурса. Танковый биатлон. В прошлом году Азербайджан дошел до финала. Но прошлый год, полуфинальный заезд прошлого года, конечно же, не сравним с этим однозначно. По той причине, что команды, опавшие в полуфинал в прошлом году, попросту одна из четверок не смогла выступить так, как они могли бы это сделать. В связи с ужаснейшими погодными условиями. Шел проливной ливень, шел проливной дождь, заезд останавливался. Потом заезд переносили на другой день. Но, тем не менее, прошли в финал в том году только лишь те команды первой четверки полуфинального заезда, которые участвовали в заезде без дождя. Но тут ничего не сделаешь, друзья. Жеребьевка так определила заезд. Ну, а погодой, к сожалению, пока в полном объеме не получается управлять. Если дождь захотел, то он, собственно говоря, взял и пошел. Ну, и плюс ко всему, максимальное приближение к реальным боевым условиям. Ведь в ходе ведения боевых действий нет разницы, идет дождь или не идет дождь. Главное, выполнять поставленные задачи по уничтожению противника. Противотанковый ров. Последнее препятствие для команды Азербайджана в полуфинале, да и в целом в танковом биатлоне этого года. Белый флаг поднимает полевой арбитр. Замечаний нет. Ну что ж, Азербайджан, встречай своих танкистов. Сделали все, что смогли. Выступали очень хорошо и очень ярко в этом году. Команда Азербайджана сильная команда. Уверенная команда в своих действиях и в своих возможностях. Финиш. Один час пятьдесят... 59 минут и 27 секунд время Азербайджана. Но добавят еще два штрафных круга. Не прошли два штрафных круга, поэтому время, которое было затрачено, среднее время, будет добавлено к результату, который вы видите сейчас на экране. И вот текущее время. Два часа, две минуты, двадцать секунд. С добавленным уже временем по результату выступления в этом заезде. Ну что ж, опередили Монголию, по крайней мере, но не смогли опередить Узбекистан. Сборная Азербайджана, третий экипаж, командир танка, прапорщик Софияр Асланов, наводчик-оператор, сержант Бахтияр Гумбетов, механик-водитель, рядовой Мирали Ибрагимов. Белый флаг поднял полевой арбитр. Вьетнам. Одиннадцатый круг у Вьетнама. Еще один круг впереди, предстоит пройти и выполнить еще одну огневую задачу. Ну что ж, посмотрим отсечку по времени. В любом случае, пока у Вьетнама не все так здорово, как хотелось бы вьетнамским болельщикам. По всей видимости, из восьми полуфиналистов Вьетнам будет восьмым. Да, отстают от Китая на 18 минут 12 секунд. Итак, двенадцатый круг у Вьетнама. 16 мишеней из 24 поразили, как и Азербайджан. Но сейчас команда Вьетнама будет вести стрельбу по мишеням номер 9. И, возможно, свой личный зачет по пораженным мишеням улучшит. Возможно, он будет 19 из 24. А посмотрите, ведь у всех сейчас результат по поражению мишеням абсолютно одинаковый в этом заезде. 16 из 24. И это говорит о том, что наводчики и операторы выступали одинаково, как и командиры. И получилось, что вытянули команды, ставшие лидерами в этом заезде, исключительно механики-водители. Нет, я ни в коем случае не принижаю достоинства и значимость командиров и наводчиков. Но если говорить о том, что результаты стрельбы у всех одинаковые, то, конечно же, заслуга победы в этом заезде китайского танка – это заслуга Цао Лай Цюня, заслуга Ван Цзяньхуа и Го Эрдзи – механиков-водителей, как и, собственно говоря, в казахской команде. А если бы не было подшипок, а если бы не было пидстопов, то, конечно же, результаты были бы еще лучшие. Но, тем не менее, имеем, что имеем. Россия, Беларусь, Казахстан и Китай пройдут, скорее всего, в финал. Но вопрос пока по Казахстану решится все на заседании судейской коллегии после того, когда завершится просмотр всех эпизодов. И я думаю, сегодня очень страстно будет наблюдать на заседании судейской комиссии команда Узбекистана, как выполнял задачи Казахстан, не было ли у них ошибок. Потому что борьба за прохождение в финал еще продолжается. Разница минимальная между Казахстаном и Узбекистаном. Поэтому танковые баталии завершаются здесь, на полигоне, и продолжаются на заседании судейской коллегии. Итак, сбивает ограничительный столб сейчас экипаж синего танка Вьетнам. Но нельзя этого сделать, ведь времени уже и так предостаточно затрачено как на пидстопы, так и на штрафные круги. Обозначают построение, загрузка боеврипасов и последняя огневая задача в полуфинальном заезде конкурса «Танковый биатлон». Финал, напомню, друзья, состоится 27 августа в 16 часов здесь, на полигоне Алабина. И в нем будут участвовать четыре сильнейшие танкисты. Сильнейшие четыре команды, сильнейших танкистов мира. А пока мишени в поле. Итак, Вьетнам. Дает команду на начало боевой стрельбы тренер сборной своему командиру танка. Но командир уже непосредственно передает наводчику-оператору, ведь именно наводчик-оператор стреляет по девятым мишеням из спаренного пулемета ПКТ. Пулемет Калашникова танковый, 7,62 мм, калибр пулемета, 30 боеприпасов. Ну что, Вьетнам! Стрелять и попадать! Что-то мне подсказывает, что сегодня на полигоне Алабина больше всего болельщиков как раз-таки Вьетнам. Слышно прекрасно, как кричат, ревут трибуны, здесь, находясь на судейской вышке, на Кургане Славы. Но пока мишени не поражены. Иесель! Хорошо! Наводчик-оператор справляется с первой мишенью. Очень хотелось бы нам наблюдать все три мишени, разбитые в дребезге. Будем надеяться, что это подарит нам наводчик-оператор вьетнамской сборной. Старший лейтенант Фан Аньтуан. Хорошо! Вторая мишень в дребезге. Фан Аньтуан выступает в танковом биатлоне третий раз. 31 год Фан Аньтуану. Неужели будет штрафный круг? Стрельба продолжается. Осыпаются остатки стекла. Вот рядом, очень близко, немножечко выше. Попадает в землю сейчас пули калибром 7,62 мм. Буквально на пару сантиметров необходимо отскорректировать свою стрельбу. Но нет, пока не удается справиться с мишенью. Одна единственная мишень стоит целая и невредима. Что ж, немного мешает дым. Ну что ж, и это не проблема для наводчика-оператора. Как оказалось, загорелось поле в районе мишеней, установленных мишеней номер 9. Но тем самым усложнив задачу, с одной стороны, наводчику-оператора, но и приблизив выполнение данной задачи к реальным боевым действиям. И наводчик-оператор с легкостью поразил все три мишени, несмотря на то, что заставил понервничать всех вьетнамских болельщиков. Вел боевую стрельбу старший лейтенант Фан Ань Туан. И команда Вьетнама, несмотря на то, что в этом заезде четвертая, но команда Вьетнама оказалась первой в этом заезде по количеству пораженных мишеней. Поэтому Вьетнам, гордись своими танкистами! 19 мишеней из 24 поражены танкистами Вьетнама. Азербайджан, Казахстан и Китай 16 мишеней. Я считаю, это очень весомый показатель. Да, они пришли первыми, да, они прошли в финал, но стреляли и попадали. А не это ли важное, самое важное в ходе ведения боевых действий? Так, 67 километров в час зафиксирована скорость. Экипаж Вьетнама уверенно ведет танковую машину. Механик-водитель нагоняет, нагоняет потраченное время. Лейтенант Чу Ван Тунг. Полностью офицерские экипажи участвуют в команде Вьетнама. Командир танка, майор, наводчик-оператор, старший лейтенант, а механик-водитель лейтенант. Это единственная команда, если не ошибаюсь, которая полностью представлена офицерским составом во всех экипажах. Итак, друзья, два дня будут посвящены подготовке к финальному заезду. Завтра жеребьевка цветов танка финального заезда. Завтра награждение победителей, призеров индивидуальной гонки и победителей танкового биатлона во втором дивизионе. Завтра же команды будут готовить танки, команды будут пристреливаться, танки будут перекрашиваться. И все это нужно успеть сделать за два дня, чтобы 27 августа вся наша необъятная Родина, все любители танкового биатлона мира смогли посмотреть и поддержать свои команды, участвующие в финале самого значимого, самого яркого, интересного конкурса армейских международных игр. Восьмых армейских международных игр и десятого юбилейного танкового биатлона. Родоначальника игр, друзья, ведь еще в далеком 2013 году впервые по инициативе министра обороны Российской Федерации состоялся конкурс «Танковый биатлон» здесь, на полигоне Алабина. И вот спустя 10 лет в конкурсе участвует уже 21 государство. В первом конкурсе было 4 страны. Итак, 2 часа 10 минут уже позади. Вьетнамская сборная приближается к финишу. Еще раз хотелось бы поблагодарить тренеров, команд, которые сегодня участвовали. Поблагодарить самих членов экипажей за яркий, динамичный и очень интересный полуфинал. Поблагодарить всех зрителей, кто сегодня посмотрел «Танковый биатлон» вместе с нами в эфире телеканала «Звезда» или посмотрел прямую трансляцию на официальном сайте «Звезды» и официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации «Мил.ру». Смотрите «Танковый биатлон», болейте за Российскую Федерацию. Давайте вместе дружно поддерживать команду, участвующую в конкурсе. Чем больше будет приезжать команд, конечно же, тем интереснее и ярче будет «Танковый биатлон». Ну а пока приближается к финишу. Команда Вьетнама выступила в «Танковом биатлоне» 2 часа 11 минут. Отстали от китайской сборной на 19 минут и 5 секунд. Ну а Вьетнам, слышите, вы чемпионы этого заезда, несмотря на время, показанное вашими экипажами. Потому что вы поразили 19 мишеней из 24. Блестящая работа, эмоции переполняют тренеров, эмоции переполняют болельщиков. Вьетнам был в полуфинале и Вьетнам сделал все, что смог. Показал себя с наилучшей стороны. Выступили прекрасно, выступили замечательно. В следующем году команда приедет, я уверен, еще более подготовленной. И в следующем году команду мы ждем, конечно же, в финале «Танкового биатлона». Развивается флаг Социалистической Республики Вьетнам здесь, на полигоне Алабина. Но давайте еще раз вспомним этот экипаж. Третий экипаж, который финишировал в конкурсе. Командир танка майор Вонг Ван Шеп. Наводчик-оператор, старший лейтенант Фан Антуан. Механик-водитель лейтенант Чу Ван Тунг. Вьетнам. Четвертая строчка в этом заезде. И давайте посмотрим предварительные результаты полуфинального заезда. А точнее сказать, уже двух полуфинальных заездов конкурса «Танковый биатлон». Спасибо! Итак, Вьетнам. Четвертый. Два часа десять минут. Азербайджан. Третий. Два часа и одна минута двадцать секунд. Казахстан. Один час пятьдесят три минуты двадцать три секунды. Китай. Один час пятьдесят одна минута и пятьдесят пять секунд. Да, пока по предварительным результатам можно отметить, что Китай и Казахстан лучшие выступили, нежели Узбекистан. Но обо всем нам окончательно скажет главный судья после заседания судейской коллегии. Заседание судейской коллегии сегодня в четырнадцать часов тридцать минут. И общий рейтинг. Первые четыре места. Россия, Беларусь, Китай, Казахстан. Ну и далее пятое место пока у Узбекистана, шестое у Азербайджана, седьмое у Монголии. И восьмое место завоевал, безусловно, завоевал Вьетнам. Ну что ж, друзья, ждем с нетерпением финала 27 августа. Это телеканал «Звезда». Это танковый биатлон восьмых армейских международных игр. С вами был ваш комментатор танкового биатлона Николай Федоров. Впереди мы сможем с вами посмотреть лучшие, яркие, интересные моменты. Хотелось бы попрощаться со всеми буквально на два дня. Увидимся и услышимся 27 августа. Берегите друг друга. Любите друг друга. И будьте счастливы. А ваше Министерство обороны Российской Федерации всегда, слышите? Всегда рядом с вами. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!